Приветствую вас в прохождении EXPEDITIONS WIKING Что ж, у меня на самом деле очень много вопросов ко всей ситуации, что произошла в предыдущей части Непонятно, зачем этот лурк пощадил нас И, то есть, он просто, типа, не хочет, чтобы к нему были какие-то вопросы Что он подстроил мою смерть, значит, здесь в Галлии Может быть, он хочет убить именно там уже в Риме Но это настолько рискованно То есть, если он чисто из-за этого пощадил Ну, не знаю, он очень рисковый, вот, если так Но, тем не менее, ладно, он сам принял участие в битве Персонаж у него, кстати, довольно прокаченный получается такой Вот, ну, давайте посмотрим Иди и возляж со своей матерью, Римлин Кто там у тебя, Корвин? Видимо, какая-то мелюзга, один из воинов Амбиорикса Как твое имя, воин? Плюет консулу в лицо Убить его, приказать Корвину убить его, не стоит Плюйся, сколько влезет, ты побежден, и все твои друзья мертвы И ты не в силах унизить меня Я никогда не покорюсь Риму Не имеет значения, что ты сделаешь или не сделаешь, варвар Вжуха, ну, теперь мне интересно, в параллельных вселенных, что будет, если по-другому выстраивать диалог с этим варваром А если вот так вот, жалкое зрелище, если среди галов он считается элитным воином, то неудивительно, что мы так легко их одолели Плюет консулу в лицо Не стоит этого делать, Корвин Он его стрелой убивает Понятно Ничего у него, ничего Такое, если я убью его Как он бы его убил Ну да, тут такой просто диалог, как бы атмосферненький, но ни на что не влияющий И ладно Теперь здесь римляне В этой пещере Ну, надо признать, тот хитрец, гальский, интересно все задумал Он, знаете, таким себя показывал Абсолютно лояльным Что он на стороне Рима и все такое А в итоге вон как его пытался убить Ну, так Неплохо они это сделали Консул, ты готов вернуться в лагерь? Что скажешь по поводу всего этого? Говорить по поводу этого не моя забота, консул Повесели меня Глупый ты, Вол, говори, что у тебя на уме Ладно, я начинаю уставать от твоих затей Если ты желаешь смерти этому ублюдку, можем просто его убить Ну или пусть Корвин перережет ему глотку во сне Мы на вражеской земле и окружены варварами У нас тысяча способов устроить все так, будто бы это дело рук галлов Недостаточно от них лишь эмоций, должны быть принципы Я несу добродетель и не стану хладнокровно убивать римского легата Разумеется, консул, прошу простить Один момент Так, это тут я типа Отправляемся Очень хорошо Да, значит, действительно он хочет убить Но типа он решил здесь этого не делать Но если бы я был какой-то мелкой сошкой по сюжету Это можно было бы более чем понять Но такие риски, не знаю Простите, пой ли гад? Еще дышишь? Что случилось? Ты доверялся не тому человеку, за что я поплатился? Мои люди, что ты с ними сделал? Не волнуйся, Гортензи самый лучший лекарь В регионе, он сберег их жизни Амберикс, проклятый ублюдок Насчет него не беспокойся Амберикс умен и подготовила хитрую западню для неопытного легата И почти преуспел Он и Кативолк играли по-крупному и также проигрались Они оба мертвые Ты помог мне, почему? А ты ожидала нового? Ты правда так низко обо мне думаешь? Я уже говорил, вражда между нашими семьями ничего не значит там, где мы представляем сам Рим Придать тебя значит предать Рим Такая низость могла интуитивно прийти тебе на ум Но она ниже моего достоинства Мне нужно вставать, легион нуждается во мне Не спеши, отдохни и наберись сил Ты жив лишь благодаря мне Твоя храбрость достойна восхищения, но ее нужно урезонивать Мы победим, не сомневайся Но только если ты будешь меня слушать Позаботься о нем, Гортензий И дознать, когда он выздоровеет достаточно, чтобы повезти своих людей Не уж Так Это я в своем легионе или у него у этого? Походу у этого, да? Не И че, мне надо с ним поговорить Ну, короче Странно он, конечно, поступил Ну ладно Судя по всему, легат Викторикс уже на ногах Саркастически смело И похоже, он вышел из палатки не с той ноги Еще одно послание от Вер Цингиторикса К вам приближается всадник И вы сразу же узнаете его Это боец личной охраны Вер Цингиторикса Он останавливается на безопасном удалении от вашего отряда И машет рукой, чтобы вы его точно заметили Затем он снимает со спины сумму и вешает ее на низкую ветку у самой дороги От салютов вам всадник разворачивает коня и уезжает Такое впечатление, что галлы не совсем нам доверяют Интересно, чего они так осторожничают? Посмотрим, что на сей раз написал нам царь-царей Соулиус Рамили Соло, у меня есть для тебя хорошие новости Я бы даже сказал наилучшие новости для нас обоих Встретимся в нашем обычном условленном месте Надо срочно решить одно дело После этого у тебя больше не будет причин нападать на моих людей А у меня не будет причин тебя убивать Верцингиторикс, царь-царей Сначала мне надо все отрегенить, восполнить все запасы Короче, капец там После такой битвы Так, а, раненых у меня нету Потому что, видимо, это, отрегенились Все это самое Эти придурки отрегенили нас Ладно, надо всех прокачать Так, и мне надо Я же одним там пожертвовал Мне нужно его Консул спас нашего легата Судя по всему Тут Чен видел, как его и претарианцев Выхаживали в лазарете легиона Феррата Полагаю, мы неверно думали о консуле Вителии Так, мне надо одного с легиона командующего снять Наверное, от этого Титпула сниму Пусть у меня будет Так, легион я полностью восполню Все, все полностью у меня флова А, ну вот мне легендарочка Щит Думнорикса достался Щит не теряет прочность при ударе, но не может отражать стрелы Так, могу ли я тут с кем-то поговорить? Мы устроили настоящий кавардак, пока распутывали неприятности с амбиориксом Мы? Это ты завел нас в ловушку Мы-то просто пошли следом Ну да, не важно Даже зная, что это ловушка, я бы все равно поступил так же Мы с тобой уже немало бурь пережили Снова и снова ставим на кон своей жизни за игрой в бабки Однажды на кости Должен выпасть пес И вот этот день наступил и пришел Остается удивляться, что мы все еще живы И продолжать игру Судя по всему, наш Сигнифер напортачился щитами Накажут всю мою Центурию И что там придумал нас? Опять нужники? Да нет, похуже Будем разгребать конский навоз после конницы Ооо, дружище Я слышал, что амбиорикс работал вместе с германским вождем Это была ловушка Я слышал другое, но продолжай Легаты чуть было не убили, но потом заявился консул, перебил вождей и выбил наших людей оттуда Ммм, если ты прав, то возможно консул не так уж и плох Он должен быть закаленный боец, раз смог такое провернуть Скользкий ублюдок, мне так казалось, амбиорикс наш друг Почти всегда дружба основана на выгоде Если повезет, то навзаимно Если же нет, то она неизбежно ведет к предательству Подумай об этом, а затем о наших отношениях с Лурко Ну ты-то синерос же не предатель Амбиорикс, двуличный сукин сын Ну, теперь он мертв, а мы все живы Теперь меня заботит другой двуличный сукин сын, Лурко И тогда я не повторю его ошибку Странно, что он не убил нас, пока подвернулась удобная возможность Должно быть у него на нас иные планы, но чтоб меня, я их представить не могу Гильветы не стали чинить и нам больших препятствий Было бы и того проще, если бы Лурко, мерзавец, не исчез А потом он берет и возвращается, как ни в чем не бывало С такими союзниками врагов не надо Амбиорикс не казался тебе подозрительным? Амбиорикс человек, я всегда жду от людей худшего, за несколькими исключениями А ты? Надеюсь, ты не упрекаешь себя? Упрекаю ли я себя, я в ярости, но пусть это будет мне уроком, чтобы такое больше никогда не повторилось Я восхищаюсь тем, как ты превращаешь свой гнев во что-то полезное Кстати, блин, я еще с разработчиками это самое Им припомню то, что они мне не дали с Дионирой Это самое Почему тут такое ограничение, такая моногамия жесткая? Так, там какой-то символ новый у меня должен был разлучиться Ну, что-то А, Амбиорикса вот убил, там меч будет Ну не, ну котейка мне больше всех нравится А так тут особо что-то больше ничего такого нету Ладно, пойдем встречаться с Вергерцинториксом или как там его Место встречи изменить нельзя И снова добро пожаловать, будем надеяться в последний раз Соловей, царь воин Галии Поверь, я тут без особого желания Я бы с радостью прекратил тебя досаждать И я рад это слышать Познакомьтесь с моим новым другом, Флавом Очень заговорчивый малыш Сперва немного застенчивый, но удивительно разговорчивый, если дать ему возможность и стимул Помогите мне, я римский гражданин Эти варвары меня пытают Что у него с левым глазом? Говорят, и глаза не жалко в обмен на мудрость Сначала наш друг Флав не хотел сотрудничать, теперь он мудрее Он работает на человека, которого они зовут Умба Магна И который, судя по всему, несет ответственность за атаку на твою виллу Умба Магна звучит как-то надуманно, не так ли? Переусердствуй с пытками и тебе расскажешь что угодно С чего ты взял, что он говорит правду? Потому что я проверил кое-что из сказанного им и все подтвердилось После более энергичных расспросов наш дорогой друг промолвил настоящее человеческое имя Феликс Адриан, тебе оно знакомо? Разумеется, я знаю, кто-то Это имя мне не знакомо Я думаю, это обоснованно Этот человек явно преуспел в умении скрываться от посторонних глаз И я полагаю, ты просветишь меня по поводу причин для этого? Судя по всему, именно такой человек тебе нужен, если ты пожелаешь напасть и разграбить определенную виллу в Риме В моем понимании, этот Феликс Адриан или Умбра Магну управлял тем нападением в Риме А целью было подставить галлов как таковых и развязать эту войну Остановите этого безумца Поверьте, он все выдумывает Эти варвары изворачиваются и лгут Вы должны спасти меня Мы не имеем никакого отношения к нападению на вашу виллу Никакого Зачем ему лгать? Потому что он варвар Взгляните, что они сделали со мной Теперь, когда они проигрывают войну, они готовы на что угодно, чтобы мы ушли Отчасти правда, я намного готов, чтобы прекратить этот конфликт И это говорит о том, что его начал не я Мы? Кто такие мы? О ком ты говоришь? Мы? Ну, то есть Легион А, видим он про Легион 17 Он удовлетворил твое любопытство, Верцингеторикс, освободи его Это будет крайне глупо, учитывая задачи его Легиона Согласно его показаниям, главная задача Феликса Адриана избавиться от тебя Я очень внимательно слушаю Так я и думал Я всегда считал, что любые зацепки выведут прямиком к Виталию Лурко Теперь из-за ниоткуда появился этот Феликс Адриан Ну, может он посредник, может Лурко просто его нанял Как он, как бы, как этот, ну, посредник Что не отменяет варианты с Виталием Лурко Люди вроде него всегда делают грязные дела чужими руками Не касайся дерьма и не будешь им пахнуть Похоже, Феликс Адриан тот, кто разгребает дерьмо именно для Лурко Не припомню, что бы доводилось иметь с ним дело Зачем ему отаковать мое вело У тебя, похоже, дар заводить могущественных врагов Нам нужно определить, у кого он на поводке Если этот Легион 17 не подчиняется тебе, тогда я не знаю, кто командует им Мне известно, что они не замечены в атаках на твоего консула и его людей Попытка убить меня руками гайских наемников, развязать войну Это точно Лурко Пытался убить двух зайцев одним выстрелом Ты, судя по всему, являешься лишь средством достижения цели Некоторые всегда богатеют за счет хаоса войны Независимо от того, кто победит или проиграет Феликс Адриан, да? Если это его настоящее имя Забавно, что ты упомянул об этом Мы перехватили донесение, которое он, скорее всего, направлял твоему консула Оно было подписано как М Это может значить что угодно Как думаешь, у этой руны есть религиозное значение? Почему ты так говоришь? У меня есть основания полагать, что Адриан имел отношение к религии в Риме В нашей системе исчисления этот символ означает тысячи Кроме этого, мне ничего не приходит на ум У чисел зачастую есть магическое значение Но, скорее всего, это просто символ, чтобы оскрыть личность Не слишком ли все гладко? Ты поймал лишь одного человека и с таким изобилием информации Война — это всегда ожидание удобного момента и знание того, что делать, когда он представится Удача тут ни при чем Главное, что делать, когда удача на твоей стороне Мои люди схватили и допросили множество подозрительных римлян Этот оказался ночной птицей Высокопоставленным легионером в этом особом легионе Полагаю, ты уже знаешь, где он? К сожалению, нет Он умело заметает свои следы Я не сдамся Я найду его, даже если придется сжечь дотла всю галлю Но, судя по всему, у тебя есть план Судя по всему, у этих людей Есть секретная база прямо под нашим носом В Алезии К сожалению, мы не знаем, где именно Это же твой город, верно? Мы можем просто проверить каждое здание одно за другим Можем, но вряд ли это грубое решение сработает Эти люди по роду занятий умеют ускользать Это не обязательно значит, что и главарь тоже там Именно, а значит, нужно привлечь его внимание Уверен, что твои люди однажды найдут их базу Однажды, точно, однако это может быть не так скоро, как хотелось бы Сейчас время — решающий фактор Пока мы уверены, что они в Алезии, мы можем выманить их Есть способ, которым наши охотники расправляются с большими волчьими стаями Все начинается с сочной приманки Такой, которая выманет волков Как только молодняк выходит из логова и направляется за приманкой Охотники убивают их всех Всех, кроме одного Этот волчонок в конце концов превратится А, этот волчонок в конце концов возвратится в логово и укажет, где прячется его родитель А если волчонок не доберется до логова? Останутся следы, тем более в таком крошечном местечке, как Алезия Раз уж ты полагаешь, что их цель — это я, то приманкой быть мне Как и мне, поскольку я считаю, что они хотят натравить нас друг на друга Хорошо, что ты предлагаешь? Предлагаю подписать мирный договор Сколько раз тебе повторять? У меня нет таких полномочий Знаю, это будет не настоящий договор Мы заявим о намерении подписать мирный договор и пригласим всех вождей в Алезию, где устроим небольшой пир, чтобы отпраздновать это событие В знак доброй воли все посетители должны прийти безоружными Итак, напавшие на твою виллу явно желают войны между Римом и Галией Мирный договор рушит их планы Для Феликса Адриана или на кого он там работает, эта встреча станет угрозой, которую необходимо ликвидировать И в то же время отличной возможностью убить нас обоих Промолчать Когда мы будем мертвы, твой легион возглавит консул и с легкостью уничтожит остальных вождей, которые, лишившись царя Накинутся друг на друга Я все еще жду, когда ты скажешь «но» Но, разумеется, их попытка убить на нас обернется провалом Наши оружия спрячут неподалеку Как только произойдет нападение, мы отобьем атаку и заставим их бежать, убедившись, что как минимум один из них выживет Мои люди проследуют за уцелевшими, как Логову, остальное в твоих руках Что если мы недооцениваем их? Этот план нас погубит Значит, погубят, таковы реалии войны Предположим, что уцелевший нападающий не доберется до базы или вообще туда не пойдет Что тогда? Вспоминая историю про волков, мои разведчики все равно отыщут их логово Они просто покинут Толезию при первых признаках опасности Это мой город, я возьму его в кольцо и прикажу закрыть все ворота Если они попытаются убежать, их схватят Что насчет слава? Мне он более без надобности, решай его судьбу На всякий случай, пусть пока побудет в заперте Прости, малыш, только так ты никому не проговоришься Малыш На всякий случай, пусть пока побудет в заперте Как пожелаешь Не спрашивай, на какой именно случай, уверен, ты уже что-то задумал Очень хорошо, выдвигаемся Помолись своему богу, удачи Почему-то квест, кстати, не обновляется Мне опять ждать какого-то ивента надо, что ли, или еще? А, вон он, почему-то здесь А, понятно, просто сразу локация переменилась, а квест называется так же Поэтому забило с толку Окей, идем сюда Олезия, мощно укрепленная столица племени Арвернов и центр власти Верцингиторикса Блин, опять план Галла, надеюсь, неочередная ловушка Точнее, ловушка не для меня Я что-то забыл, я тут был вообще? Ой, я тут не был Твердыня Верцингиторикса Ого Какое у них поселение Что, никаких улучшений? Есть становится все хуже, а уезжать из города за лекарством слишком опасно Сегодня я принесу Таутатису жертву за ее здоровье, друг мой Большой город Город возможностей Открыть ворота Блин, закрытые, зараза Наверное, тут квест какой-то будет, реквест Это он, что ли? Не знаю Мирные переговоры? Что за глупая выдумка? Погляди на них, не бывает мира с такими людьми Ладно, все бывает Так, я туда пока не могу пройти Что-то тут странные локации, конечно, немножко Ну ладно Вам повезло, что вы находитесь под защитой царя? Это царю повезло Это памятный день Самый благоприятный день, как было предсказано тремя Благодаря этому великому римскому генералу Мы наконец достигли понимания и превратим это прискорбное противостояние В отличные перспективы для наших народов Да будет подписан этот договор и настанет новая эра Мы больше не будем жить в страхе за свою жизнь Полагаю, что мой друг захочет сказать несколько слов по поводу этого события Да продлится вечна дружба наших народов За мир и процветание Хорошо сказано Ради нашего народа отныне мы должны стремиться только к этому Выпьем же за... Смерть предателям! Наконец, этот нудный фарс начал меня утомлять Ага, с двух сторон нападают, падлы Ну, щитовик здесь, сначала со щитовиком разберусь Наверное, бестию пошлю сюда, как всегда, в соло Да ладно, они первыми ходят, ну чё за фигня Опять 25 Дайте сбежать одному, оставив его в живых Осталось 8 Блин, ещё надо одному дать сбежать Но я надеюсь, это не так Нихера себе! Звери побеждённые ещё не мою Сразу бестию вырубили Но даже не дали, потому что прокасывается Сделать на уворот Ладно, всё равно я с ними справлюсь Куда ни делаю, не делаюсь Меня, причём, Регения, тоже эти Союзнички Причём тут нету проверн Сингеторикса, что типа Он должен остаться в живых Так, ну, сейчас тут останется один Отлично А, тут два Тут несколько осталось Так, надеюсь, он сбежит всё-таки Сейчас посмотрим Всё, я ничего не делаю Надеюсь, союзники только не затупят Они, они, ну, блин, ну вот Чё, чё они делают? А, там один остался, по идее Да Чётко Мои люди взяли след, идите И найдите их логово И покончите с ними Отлично Интересно, тут у них избёнка Так, найдите, типа, их убежище Ой, а можно сейчас мне сначала Отрегениться Ну чё, готово Вся оружие Чего? Они прошли через эту дверь Удача Стать на месте Ты, я не узнаю тебя Немедленно впусти нас Я тебя не знаю Так что действуем по инструкции Я задам вопрос только с одним верным ответом Если ты дашь неверный ответ Без промедления перережу тебе глотку Загадки Я хорошо сведущ науки загадок Если откровенно Разрешите? Глупость, я прик... Ну, конечно, старина Спасибо, господин Вы закончили? Начинаю Я внимательно тебя слушаю Ладно Догадайся, кто я Я, зря мира и закат эпох Но я не бог Ммм, классически Самый очевидный ответ указывает нам на бога Однако ты намеренно указал нам на другой ответ Что подразумевает наличие другого смыслового пласта Посмотрим А, конечно же М М Буква М Ммм Сейчас я оглашу свой ответ Это буква М Синерос, может, стоит отнимать... Это верный ответ Что? Это как? Довольно простой трюк Поверхностный характер загадки указывает на ее нелогичность Логика не имеет значения Ответ должен быть скорее лингвистического толка Вы тут будете целый день стоять Можете идти Спасибо, юноша Но не торопитесь Теперь моя очередь Думаю, остановимся на этом, Синерос Ты победил, не стоит нагнетать А вот это уже интересно Итак, юноша Вот как звучит загадка И слушайте меня внимательно Повторять не буду Угадай, что за дом Ты входишь слепцом, а уходишь прозревшим Что это за дом? Что? Не так Подумай, не торопись с ответом Я... Я не знаю В больнице? Неверно Что? Красава, Синерос Вообще все Синерос Старина Что ты натворил? Все по правилам За что с тобой? Ты словно бестия Но в возрасте Смеяться до боли в боку Полагаю, пора приступить к сражению Так какой ответ? Это школа бестия Предлагаю, сконцентрироваться Сильно Школа Плохая загадка Она мне не нравится Тут их немного И почему-то один Вообще не подсвечен Вот что любопытно Ну-ка, если открыть дверь То что будет Ну-ка, ну-ка Interesting Ну-ка, придурка Можешь что-то толкнуть Ну, тут мы с ним Естественно справимся Ну-ка, этот с уворотом Сейчас пробежится Отлично О, Синерос, кстати, сработал Сейчас, короче Интересный комбат Тоже случайно открыл Знаешь, этот враг стоял Этот побежал под уворотом Этот атаковал моего бегуна А Синерос же У него это Способность атаковать Когда моих атакуют И он убил Добил этого врага Тут саппорта Надо выводить Марс Вас всех раздери Марса тут нету Зато есть я Ну, один у них там стоит Видимо, мы его живьем Берем Вот этого, придурка Штандарт Марса Ничего себе, еще один Ого Феликс Адриан Салвэй, Феликс Как твой день? Спасибо, что спрашиваешь Эквилиен Могу сказать, что я Удивлен, что ли Твой подлая змея Осторожней, Центурион Он выглядит хрупким Мне наплевать ЦЗО Думаю, он заслуживает Того, чтобы его Немного помяли Я ему лицо сломаю С радостью Делай, что хочешь Вы ничего не добились Так Не соглашусь Я схватил человека Ответственного за нападение На мою виллу Из-за которого Началась эта война Считаю, что это можно Расценивать как измену Ты верно знаешь Позицию Сената По таким вопросам Я всего лишь Инструмент Смертельном замысле Да и кто ж Поверит тебе, легат Ну, они поверят тебе, Феликс Адриан Когда ты дашь показания В мою пользу И что я получу взамен Представь себя На моем месте На мгновение Не важно, что мои поступки Имели основания За них Сенат Распнет меня на кресте Или я не буду Или если я не буду Сотрудничать, тогда что? Вы меня убьете? Невыгодно обеим сторонам Как по мне Это воистину занятная дилемма Однако, если ты намерен Не давать вообще никаких показаний Оставлять тебя в живых Бессмысленно На самом деле, твоя смерть Принесет пользу В виде облегчения Отсвершившегося возмездия Пускай временно Что? Он угрожает тебе Вежливо Это все, что вы можете Мне предложить? Угрозы? Так, тут несколько вариантов Будешь работать на меня? Поддержи меня И я сделаю тебя Главой моих разведчиков Когда стану консулом Ты воочию видел, что я за человек И знаешь, что я Это верный выбор Как насчет отставки? После того, как ты дашь показания Мы запросто вывезем тебя из Рима Говорят, в Египте Можно жить подобно фараону Разве ты недостаточно Служил другим? За все труды Во имя республики Ты заслуживаешь жизни в роскоше Ну давай, да Вот это Я не хочу его Главой разведчиков делать Кто продал один раз Потом еще может продать Соблазнительно Это предложение сложно отвергнуть Но я найду тебя Если ты меня обманешь Что ты хочешь знать? Кто в действительности Атаковал мою виллу? Не имеет значения Это были наемники А нанял я их от имени консула Вителия Наконец Зачем было нанимать галлов Чтобы навредить мне? Неужели вы не понимали Что это развяжет войну с Галией? Ты настолько держим Своей семьей и карьерой Что не видишь всей картины Читай между строк Мы не рисковали Войной с Галией Война и была целью Не пойми меня неправильно Консул надеялся Что именно твоя смерть Развяжет войну К несчастью для него Ты исключительно хорошо Избегаешь смерти Но твое спасение Поставило под угрозу Весь дальнейший план Могу также сказать Что Вителий Лурко Вряд ли бы выиграл эту войну Без твоей помощи Почему консул пытается Уничтожить мою семью? Видишь ли Он все еще обвиняет тебя В смерти своего брата А не то чтобы Сцивола погиб От твоего клинка Но ты поставил Лурко Перед невозможным выбором Его семья Или верность Риму В отличие от тебя Он выбрал Рим Просто скажи мне Что Лурко задумал На самом деле все просто Консул считает Что Рим Чрезмерно почивает на лаврах И стал слишком инертным Требуется вечность Чтобы сенат пришел К какому-либо решению И пока надменные сенаторы Тратят драгоценное время И ресурсы на упражнения В риторике Наши враги копят силы Наша Великая Республика Простирается на огромные территории Что также означает Множество врагов И как только они объединят усилия Рим будет обречен Вителий Лурко Человек действия Он не боится приступать Закон для выгоды народа Люди вроде него Даже рождены править Если только Если только Рим Не постигнет кризис Который потребует Назначения диктатора Консула с неограниченной властью И единственной задачей Спасти Рим Похоже ты восхищаешься им Почему же ты предаешь его сейчас Он провидец Самоотверженный человек Посвятивший себя Единственной великой цели Я восхищаюсь им Но на расстоянии Я более практичен Государство должно служить народу Рима Его прогресс не может поступать С теми идеалами Которые лежат в основе республики Отлично То, как работает твоя Элитная протарианская гвардия Впечатляет Благодарю тебя Верцингеторикс Похвалать тебя Это честь Теперь, когда ты добился своего При этом убедившись Что это не мы Атаковали твоих людей Я полагаю, что ты заберешь Свои легионы И покинешь нас Таково было его обещание Он не может этого сделать Не в его власти Даже если бы он мог Мы никогда не отступим Рим был атакован И должен сохранить лицо Я уверен, что он найдет способ Я попытаюсь Верцингеторикс Но он прав Я не могу ничего обещать Возможно, я ничего не смогу сделать Этого недостаточно Я дам тебе время Чтобы рассмотреть этот вопрос Придумай способ остановить войну И я верну тебе Твоего свидетеля До тех пор он будет Нашим почетным гостем А теперь прошу Мирно покинуть город Теперь твой черед Принести мне добрые вести Неплохой ход Верцингеторикс Но это мой пленник Не позволите оставить его у себя Мне не нужно твое позволение Ты в моем городе В окружении моих воинов Я позволяю вам уйти живыми В итоге мы уходим с пустыми руками Неважно Мы вернемся сюда Сожжем это место до тла И заберем желаемое Ну вот Блин Они его что-то убьют В процессе осады Жесть О, решающий удар Короче Если атака убивает врага Очку Действие восстанавливается Время восстановления смертельного удара Разбрасывается Вообще Это у меня и так должно было работать Ну да ладно Так эффект застревания Для всех атак Благо у меня тут Прям Мой лагерь Прям рядом Зачем останавливаться на Галлии Когда закончим здесь Стоит взяться за Византию что ли Он сказал Консул полностью окружил Этот город стенами Ты сам видел Они правда построили Две стены Правда Они опасались Что армия Галлов Ударит по ним с тыла Стена внутри стены С ума сойти А здесь два кошака Смотрите Офигеть На этой На палатке Ладно Давайте обсудим Осаду Консул требует Чтобы ты присоединился К нему в осаде Алейзи И Легио Феррата Воздвигает укрепление А ты будешь там присутствовать? Конечно ли гад Легио Феррата Держит ситуацию Под контролем Они не настолько Опытные И дисциплинированные Как Виктрикс Но по крайней мере Им известно Как построить прочную стену Надеюсь Что наши легионы Смогут сражаться Более или менее Независимо Наши легионеры Не желают Смешиваться с этими Бойцами Феррата Сообщите консулу Что мы в скорости К нему Присоеднимся Определенно Это последний Решающий бросок Нашей кампании Как только Алезия будет захвачена Галы сдадутся И мы вернемся Прямо в Рим Если у тебя есть Еще задачи Здесь в Галлии То лучше сперва Позаботься о них У меня больше Квестов нет Я здесь все Перевыполнил Так знаете Я одного Сниму все-таки Сбань А то вдруг Мне потребуются Трудовые резервы Только взгляните На это жалкое Подобие укреплений Как эти варвары В принципе Надеются Устоять против мощи Рима Они выглядят Примитивно Консул Но уверяю тебя Этот город Надежно укреплен Нам нужно хорошо Все продумать Что говорят разведчики По поводу этих укреплений Каллида сообщает Что город хорошо защищен Стены довольно высокие Крепкие И они умело Использовали Особенности рельефа Чем-то мне напоминает Авгелу Легио Феррат День и ночь Возводил вокруг Алезии Стены и рвы С целью не дать им Сбежать Любопытно Как мы сможем Использовать этот ров Расскажи мне Об их запасах Мы можем Уморить их голодом Поблизости Протекает река Поэтому запас воды У них практически Бесконечный К слову Верцингеторикс Разместил в Алезии Больше 6 тысяч воинов Ни один город Не способен Прокормить их Длинное время Длительная осада Исключается 6 тысяч варваров Неровня нашим легионам Давайте устроим Моему походу Блистательный финал Консул Если ты планируешь Лобовую атаку Для легионеров Потребуется расчистить путь Хорошо Доверимся твоей интуиции Легат Как прикажешь Легию Виктрикс Будет элитным отрядом Который быстро устранит Самых сильных воинов обороны Не думаю Что их атаку стоит Возглавить Тебе Легат Почему нет Если приступ Возглавлю я Наши легионеры Будут действовать эффективнее Согласен Наша задача Будет более избирательной Вот именно В качестве Незаметных разведчиков Мы принесем больше пользы Нежели на передовой Помните Халкидон Если мы сможем Как тогда Провести отряд в город Пока они будут следить за воротами Только представьте Что мы там устроим Мне по душе этот план Дерзко и такой хитрости Галат нас не ждут Следуем ему Как угодно, консул Есть одна проблема, Легат Мы знаем, что Галлы бросятся На подмогу своему царю Есть ли у нас план Что нам делать с подкреплениями? Консул окружил город Как они вообще туда попадут? Им придется атаковать наш тыл Против атаки С одной стороны мы выстоим Но Верцингеторикс Неглуп и при этом Может начать атаковать города Именно Мы окажемся в западне Между двух войск Галлов И у нас будут большие неприятности Верцингеторикс Хорошо смыслит тактики Мне довелось это испытать Он такую возможность Не упустит Нам известно Какого размера подкрепления Стоит ожидать Сведения расслышатые Но похоже, что вся Галля Взялась за оружие Чтобы спасти своего царя Внушительные силы Кто командует этими войсками? Вожди поменьше Пристегнувшие Верцингеториксу на верность Вряд ли от них Стоит ждать тактических чудес Но даже хаотичная атака расстроит наши планы Будем просто удерживать позиции И быстрых перебьем Мы можем как-то использовать этот ров Ров достаточно глубокий, чтобы задержать их Но не остановить Для этого, боюсь, нам понадобится Помощь самих богов Либо много воды Опять у тебя в глазах этот блеск У тебя есть безумная идейка, верно? Как только у меня появляется гениальная идея Ты называешь ее безумной Думаю, она сработает Мы просто заманим их туда А затем направим туда воду из реки А направим, это значит... Легион консула возвел дамбу Которая отделяет реку от рва Ее можно с легкостью уничтожить Это сработает И я безумно хочу на это посмотреть Предполагается, что они просто не умеют плавать? Они запаникуют и будут разгромлены Верьте мне, я уже сталкивался с подобным Твое слово, консул Вы слишком сильно переживаете Доверьтесь безупречной дисциплине И мужеству наших легионеров Мы победим Разумеется, консул Наши люди готовы ко всему, что есть запасть уголов Истина Что ж, меня ждут другие дела Удачи вам Увидимся на поле боя Хвастливый глупец Отлично, раз он ушел Сможем поговорить на чистоту Заметили, как он оживился Насчет плана Каледы Согласно которому мы подвергнем себя максимальному риску Вот до чего дошло Мы теперь помогаем врагу Мы выполняем свой долг Верцинге Торикс не оставил нам выбора Я уверена, мы найдем способ Сделать свою работу И при этом не дать врагу преимущества Феликс Адриан нам нужен живым Я уверена, что они постараются избавиться от него Как избавились от Клавдия Транквилла Ты прав Первейшая наша задача Захватить и доставить его сюда живым И это будет непросто Потому что провернуть это Будет нужно в условиях массированной атаки на город Возможно придется сражаться с отрядами Лурка Да с этим проблем нет А у меня есть, они хоть и служат по лицу, но таков их долг Убийство личной стражи консула Остегчайшее преступление Мне это тоже не по душе, но возможно это потребуется сделать из самообороны Тогда я буду обороняться Крайне нежелательно, чтобы хоть один из них пал от нашей руки И это даст Лурка возможность призывать нас к суду Думаете мы все еще можем переубедить Верт Сангеторикса? Сомнительно Полагаю, он просто хочет, чтобы мы прекратили атаковать А мы этого сделать не можем Я желаю, чтобы выжили и Верт Сангеторикс, и Феликс Адриан Это будет сложно, но мы можем попытаться Нельзя полагаться на удачу Я хочу, чтобы вы все проникли в город вместе со мной Посмотрим, где расположены остальные отряды Ого Этот отряд не меняется Разрушите дамбу, чтобы затопить рвы Если вражеские подкрепления проникнут за стены Да, конечно, как я проник Прорвите оборону противника, чтобы захватить внешние укрепления Значит, это атакующие А это разрушите дамбы То есть это добежать Ну, я предполагаю, что там, где нужно добежать Туда Блин, а какого? У меня этих нету Зараза Тех, которые могут добежать Ну, ладно Ну, не знаю даже Ариергард справится такое у меня или нет У меня что-то кинжальщиков нету Посмотрим, ладно Так, слушайте, все, план такой Мы должны сокрушить врата Ализии И стянуть к ним как можно Больше сил галлов Таким образом, легаты и его разведчики Смогут безопасно пробраться через город и убить царя Вперед Чем больше галлов вы уничтожите Тем легче Вашим разведчикам будет краса по городу Ну, давай тогда их уничтожать максимально Даже не знаю Кто первый-то ходит Ноль уничтожен Так у них подкрепления бесконечные же будут или нет Или просто всех тут максимально уничтожить И все, в этом весь смысл А еще большой вопрос Могу ли я расходовать пилумы Наверное, выбора нет Придется их расходовать Я, наверное, по лестнице вот здесь вот полезу Этого придурка я просто убью Эти, я думаю, сами тут справятся Так, а это мне надо вот сюда вот куда-то лезть Блин, мне жаль пилумы что-то расходовать вообще А, у меня тут еще катапульты Ну, тут попроще Тут хотя бы понятно примерно, куда надо что делать Так По всем воротам я буду херачить Ясное дело Тут они, конечно, сюда куда-то побегут Эти падлы Ну, посмотрим Смотрите, там враг в атаку Зарим О, а подкрепы тут ничего такие Жирненькие Двойной дух плюс 10 Отлично Продолжайте атаку С каждым павшим воином галлов Разведчики на шаг ближе к своей цели У меня, правда, чувак один горит Я как-то могу его что-то с ним сделать А, я там повязку взял Наверное, повязку на нем использую, реально Пускай лукарь один будет Нужно при вас помогать боль Ради Рима Так, тут катапульты Они по мне-то не попадут, я надеюсь Давай сюда встанем Так, этот с этими разберется или что? Я же не знаю Ладно Блин, до этого я не добегу тут Я даже нормально ударить не могу Надеюсь, сейчас эти катапульты Все-таки захерачат Так, ну тут их сейчас многовато будет Так что сразу можно, наверное, орел Разместить И в кого-то я могу, наверное А, вон Да, в друида Имеет смысл, я думаю, пометать Там его отрегинить могут Ладно, посмотрим Ой, я могу на смешку А, до этого не дотягиваюсь Блин Ладно, фиг с этим Давай посмотрим, как катапульты Отлично Да ладно Такие плохие попадания вообще Ну такое, конечно Тут еще что-то стрелять Я, конечно, попробую Как-то так Блин, убили этого Лучника, которого я исцелил Ну, а с другой стороны Они на него ход потратили Так что Так, тут я двух друидов Напаутировал ХП маловато Не знаю, можно ли терять этого Я думаю, можно Так Так Куда бы мне тут так Ну-ка Сука Так Этого падла Отлично Отлично Сдохни Так Так Так, а флаг-то Сколько будет уничтожить Ну что, катапульты Давай О, да блин Вообще Просто По всем мимо Это невероятно Так специально Будешь стрелять Так не попадешь Кстати, хорошо Что я вот эту вот штуку Не уничтожил Это мешает им подкреплениям Только быстрее до меня добираться Ну, а и все Что тут с катапультами Это делать О, прикольно Короче, пикинеры Могут доставать До лучников Которые на стенах Посмотрим Как вы сражаетесь Когда не превосходите Противника числом Так Ну, флаг я у них уничтожил Там по мне кто-то выстрелит И кофиг Отлично Наверное Тут можно, кстати И лучников уже обходить Чуть с ними цацкаться Так Вот этих тоже наверху Можно Прессануть Либо я могу просто Тут вот хрень разрушить Тоже неплохой вариант Так Один готов Ну, я тут уже сейчас могу Завершить этот квест Но я все-таки хочу Тут всех максимально Это Добить, так сказать Тем более, что тут По двоим Сразу можно удар наносить Неплохо Да, мы их полностью сломили Я тут всех, думаю, уничтожу Они, кстати, часто пытаются Отступить Но у них них хера не получается Мы их задавили Бей их Мы пройдем через город Словно по аллее У них подкрепление чаще Но у меня подкрепление элитнее Как я понимаю Поэтому мы их тут задавили Мы справились Будем надеяться, что это поможет Разведчикам перемещаться По аллее и незамеченными Да блин, мне не дали Тут никаких лучников Теперь держим позицию Войска галлов Постараются управлять оборону И ударить по нам с тыла Копаться Пока все неплохо Нам поразительно хорошо Удается передвигаться скрытно Не празднуем раньше времени Чего? Я просто горжусь вами Вот и все Спасибо, дорогая Но впереди нас ждут еще трудности Видимо, атака на врата Не сильно сказалась На количестве стражей У царских покоев Ладно, тогда давайте Уже разберемся с ней Так, и что здесь? Прократитесь через аллее И доберитесь до царских врат Нихера себе Тут локация большая Огромная Здесь костер И что они мне предлагают? Ну вот этих придурков Можно обойти Просто Зачем Усложнять Когда можно их обойти Правильно? Наверное Они меня вообще Не задетектили Или что? А вот сюда Когда я приду Это вражины? Застрельщики? Да, легкая пехота Даже не знаю Слушай Что, это калиды Что ли играть? Не знаю Посмотрим Вообще Круто Ладно, да-да От этого А то ворота О, тут Двоих Он может Сразу Неплохо Можно, конечно Пилом использовать Но зачем? Когда можно не использовать Тем более Уклание Деньги Это что за херня? Он не попал по мне Но кровотечение наложилось Офигенно Просто Здесь у лучника Выгодная позиция На самом деле Так что я, наверное Вот здесь все-таки Пойду Я, наверное, вот что Сделаю Изящный выстрел И попробую Вот отсюда По этим мудакам Попасть Или отсюда Хрен попадешь Наверное, да Хрен попадешь Зато вот По застрельщику Можно попробовать Ну-ка Конечно Полагаю Отменять Возможность Дипломатического Разрешения Так, ну а там Как можно было-то Иначе Ааа Слушай, подожди А я мог этих Придурков тут реально Не трогать, да Я могу вот здесь Пройти просто Вот Нормас Да, тут скрытность Что довольно неплохо Так, потусуемся Вот здесь Где-нибудь Тут, в принципе Мы справимся Только какого хера Ты по огню А, повезло Повезло Все А, еще тут Какая-то дуреха Так, все Еще одну Порешал Отлично Вот здесь Туда будем идти Так, вот до туда Я где-то могу Бежать Отлично Так Здесь сколько Придурков Один А, ну а еще Ополченцы Но они лоховатые Лады Что-то Такие атаки Там Маленькие Маленькие Совсем Так Вот те, падла Отлично Это испугался Кстати О, как работает Эта хрень С добиванием Ну-ка О И восстановилось Все Отлично Ну-ка Что, еще что-ли Синерос Пусть Захерачит Сейчас Ну-ка Там уже Некоторые Димон боятся О, еще может Нихера Он вообще Убивца Чуток только Не хватило Короче, интересно Тут мирные жители Заблочили Мне, Димон Тайна Можно Синеросам Дать Допустим Слаженность Один ход Пропустить Чтоб у него Эти навыки Откатились А, тут Она и так Откатывается И действовать Вот этих Можно просто Накуутировать Щитовиками Бестию Чтоб на них Не тратить Вот А Синерос Их просто Добьет И дальше Надо фокусить Наверное Вот этого Преследователя А, блин Я уже Марафон Использовал Вот это Конечно Херово Ну ладно Чё ж Тебе Сделаешь Может быть Лучница Сможет Блин Чё ж Такие Тормоза Отлично Так Ну практически Всё Чё Тут какие-то Хрени Подсвечены Не знаю Чё Так Так Ну я почти Добрался До дворца Теперь вопрос Где лучше Идти Вот здесь Вот Там Лучник И щитовик Либо вот здесь Вот здесь Троя Ну а не лохи Совсем Наверное Через лохов Пойду Попробую Лукаря Сразу Охеренно Я попробую Так Ну-ка Ну как Конечно Промах Попадание Ну по идее Я всё Расчистил Путь Отлично И всё Это всё На что Вы способны Никому Больше Не сразиться Со мной Мы подобны Ревущим Ветрам Никому Не остановить Нас Легионеры Строися Галла Наступают С тыла Нам нужно Удержать Позиции Пока наши Братья Не затопят Роуф И не Прегородят Варварам Путь Ой Сейчас будет Наверное Мы двумя Отрядами Будем Да Вот видите Вот там Блин Там конечно Миссия Сложная Сейчас Можно Зафейлиться Вообще Так Нехило Оставайтесь Живых Ну тут Очевидно Надо Мне Хотя Их там Много Слушай Они будут Мощно Атаковать У них Подкрепы У меня Нихрена Как всегда Я могу Просто Отступить Подальше И все Тут же Не говорится Что именно Я здесь Должен Находиться Я могу Просто Убегать И пусть Они делают Что хотят Блин Даже ХП Не восстановили А вот это Да Это что За сумка С чем А там Ничего Нихрена Подписано Ладно Пусть Мои Сражаются Реально Я попробую Вот так Вот От Дефа Там Даже Флаг Мой Остался Они сейчас Разрушили Которые Бонусы Дают Вообще Странно Что Сюда же Подкрепление Прибывали А теперь Они прибывают Это из-за Рва Что ли И надеюсь Хотя Если потом Будет Миссия Уничтожить Всех Оставшихся Врагов Это Будет Плохо Так Вот Вот Это Вот Миссия Значит Уничтожить Надо Вот эти Там Какие-то Балки У меня Оттуда Бежать Как можно Быстрее Но У меня Нет Раскарей Этих Блин Сейчас Посмотрим Офигеть Тут Прям Полноценный Осад Реально Смотрите Они Через Ров Лезут Все Падлы Там Катапульты Стоят Катапульты Тут Вообще Сложная Тема А Вон Мои Там Что-то Показано Вон Они Блин А как Знал Не зря Вкачал Это Бонус К Передвижению Своим Союзникам Как Меня Блин 50 ХП Охереть Сосуд С маслом Ну Это Хрен Знаю Даже Факелы Что-ли Надо Забрать Попробуем Лукарь Может Этот Сосуд С маслом Еще Взять Лукарь Отсюда Не достанет Конечно Да А Лукарь Вообще Сможет Ли Разрушить Эту Хрень Интересно Или Нет Лукарь Может Стрелять Но Нет Ноль Шанса На Успех Урона Понятно Стрелы Не нанесут Но С другой Стороны Я могу Это Вот Масло Расхерачить Или Поджечь Ну Ка Реально Может Лукарь Сможет Добежать Что Будет Если Эту Бочку Поджечь Он Сможет Факелом Чисто Поджечь Отлично Пусть Я Поджег Своих Но Так Было Надо Да Да Уж Тут Хрен Добежишь Нормально Так Ну Кое Факел Взял Докинуть Даже Отсюда Вот Какая Жопа Что Я Не Могу Даже Факел Отсюда Докинуть Сюда Катапульта И Отсюда Походу Тоже Да Но Тут Можно Что Придумать Я Не Знаю Может Пожечь Эту Херню Хотя Бо А Здесь Наверное Знаешь Что тут Имеет Смысл Сделать Короче Вот Здесь Окопаться Реально И пусть Попробуют Тут По одному Им придется Меня Атаковать Так Зато У меня Теперь Катапульта Вновь Доступная Тут Уже Уже Не Это Хер Попадешь Вот Как-то Так Обозначил Территорию Эй Тут Падлы Прут Хорошо Что У меня Броня Крутая И Очень Много Выдерживаю Здоровья Много И так Далее Так Мой Ход Че Бо Тут Такого Сделать А Факела У меня Вообще Нет Удают Че Вот так Вот Что Здесь Этих Продурков Поджечь Ну А Смысл Блин Тем Более Я их Еще Не Подожди Еще Не Подожгу Таким Обратом Ну Ка Если Вот На Один Этот Сюда Он Достанет Да Достанет Ну Ка О Надеюсь Она Теперь Будет Гореть Ну Перманентно У меня Еще Один Факел Может Вот Сюда Вот Мне По Огню Конечно Жопа Я Могу Обойти Вот Это Вот Интересно Блин Как же Мне Ладно Придется Вот Так Окольными Так Путями Не Достанет Отсюда Нет Зараза Лучник Тут Не Выдержит Уже Лучник Все Он На Один Окус Остался А С другой Стороны Я Вот Здесь Подожгу Но Они Не Подожгутся Сами Наверное Да Нихера Не Подожглись Мне даже Лучнику Отступать Некуда Блин Он В огненной Ловушке Жесть Ну С другой Стороны У меня Тут еще Саппорт Есть Почему Бо Его Не За Бьюзи Это Апуль Какой-то Раз Попадите Не Так Ну тут Уже Я думаю Можно По своим Херачить Потому Что Так Что Так Уже Все Тут Да Будет Долго Не проживут Так У меня Еще Один Факел Есть Надо Конечно Сто Пудово Вот Эту Дальнюю Баррикаду Рушить Это Рушится Отлично Так И Теперь Последнее Среднее Поджечь О Достаю Все Это Что За Херня Была Сейчас Я Что Промазал Чего Ходы Очень Долгие Конечно Бесят Не Хватает Даже Анимации Вот 2x Скорости Которую Я Уже Это Давно Установил И По правому Флангу Короче Вообще Смысла Никакого Походить Нету Надо Всем Бонус Я даже Не стал Сейчас Давать Скорости Чтобы Просто Всех Быстрее Довести Добежал Саппортом Поджег Среднюю Так Сюда Добежал Щитовиком Поджег Дальнюю На всякий случай Наверное Мне стоит Отступать Прикольно Я конечно Отступил Короче Побежал Я же Это Подожженный Был Ладно Все Последнюю Поджигаю Но они Еще Будут Догорать Возможно Вот этим Нужно Выжить Тоже Чтобы Типа Засчиталось Так что Я буду Отступать Так Мудаки Уже Тут Наступают Почему У меня 50 51 Сколь Еще Урона Страна Странная Работа Катапультов Молоко У Союзников Это Не мои Это Союзников Там Постоянно Обстреливают Туда Так Я боюсь Вот здесь Вот что Что же Мне тут Сделать Так Все Вот Этим Я Отступаю Пусть Тут Эти Сражаются Просто Чтобы Меня Не Убили Надо Потом Будет Как Можем Дальше Убежать Блин И Вражины Вообще Везде Тут Сколько Там Гореть Дамбом Еще Наверное Два Хода Да Хода Два Опа Стоп Раньше Времени Почему То Может Из-за Того Что Много Площадь Возгорания И Она Сразу Минус Двадцать Да Там Урон Нанес Наверное Так Смотрите Еще Раз Победа Путь В Олезию Для врага Отрезан Славно Бились Братья Будем Надеяться Мы Успели Вовремя Они Сделали Это Орвы Затоплены Прикончим Оставшихся Варваров И отбросим Их Назад Рома Инвиктор Только Подкрепление Мне Давайте Ничто Что Ты Всех Врагов Надеюсь Усправимся Что-то У меня Да Урон Большой Почему Шансы На Успех Маленький Интересно Что Надо Посмотреть Как Тут Это Ну Давай Попади Хоть По Кому Ты Ладно Я На Рандоме Чисто На Дальнее Расстояние Начну Стрелять Да Уж Сейчас Еще Блин С Этими Я не справлюсь Так Ну-ка Боевой дух Ну-ка Беги Сука Не бежит Может Еще Испуг Беги Сука Сколько Можно Минус Тонны Осталось Осталось Я думаю Сам Справлюсь Не буду С катапультами Расковать О Отлично Блин Один у меня Бежал Это В мои планы Конечно Не входило Падла Надо Наверное За Лукаря Взяться А то Он тут Бегает Как у себя Дома Все Лукарь Сдохни У этого Блин Щит Восстанавливается Как я не знаю Не знаю Маштоп Не в себя Их ряды Дрогнули В погоню За Рим Город будет наш Отлично Тяжеловатенькая Такая Мы опоздали Это Пратрианская Гвардия Лурка Они убьют Феликса Адриана Мы поспешим Он наша добыча Или можем присесть И подождать Пока они не перебьют Друг друга Бестия Запоминай Нам не нужно Чтобы погибли Все из них Верно Ну они реально Нас не видят И этот вроде В меньшинстве Или нет Мы реально можем Подождать Просто Потом зайти Со спины Какого-нибудь Падли И спадал Как-то вот так вот Я не знаю Я не знаю Даже А кто из них Сильнее Ну по виду Вот эти Вот здесь С этой стороны Сильнее Так что Я вот сюда Побольше людей Поставлю Лучше Ну Претерианцы В смысле Да ладно Они ко мне пошли Соловет легионеры К несчастью У меня нет времени Беречь ваши шкуры Гортензий Нанесите поражение Гортензию А Так мне его Просто вырубить Мы вполне способны На это сами Без твоей помощи Не согласен Варвар В подобных битвах Нет никаких гарантий Даже опытный воин Вроде тебя Может погибнуть Просто из-за Неудачного Стечения обстоятельств Точно Гортензий Вижу Тут отличную возможность Давай убьем их И покончим С этим Наконец Следует Дождаться Корвина Мы ждем Уже долго Не терпится Уже Свести счеты А Стоп Я А Все Понял Марцил Это вообще Вот этот Понятно Так Этот Пускай СНР Сдаст Бонусы Так сказать Этот Пусть Уклонение Использует И Этот Так Ему надо Требуется Три раза Уклониться Шутки Шутками Либо я могу Просто вот так Вот прорашить И еще Ваткнуть 25% Урона Посмотрим Че На это Скажет Так А тут Кто А тут Друид Какой-то Мне еще Хочет Это Нахлопучить Даже Не Друид А Даже Несколько Там Придется Принять На себя Удар Че Поделаешь Нужно Снять С него Броню Отлично Еще Флаг Можно Воткнуть Так Теперь Уворотчик Наш Давай 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 Беги 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 Че так Мало Урона Это Какой-то Баг Явно Короче Вообще Так Бред Так Ну вот Это Она Добьет Даже Этим Марцелла Все Да Теперь Вот этот Придурок Остался Так В принципе Мы сможем Если два раза Попасть Да Ёпта Ты же Сказала Ты же Вы же Говорили Что Щиты Не отбивают Эти Но у него Видимо Супер Легендарный Щит Раз так Ладно Одну Атаку Мы Переживем Я думаю Жаль Только Что У меня Эти Прессуют И эти Сейчас Вырубят Они Как всегда Но Тут Минус 50 Урона У них Между Двух Огней А Так Они Убили Этого Уничтожьте Всех Врагов Ты Что Угораешь Они Не могли Сначала Этот Этот Как Б Так То есть Короче Да Тогда Переигрывать Конечно Нахера Я тогда Ввязался В эту Битву Пусть Они Между Собой Туда Херачатся Конечно А я Приду В самый Последний Момент Уже А то Интересно Я блин В себя Впитал Урона Думал Сейчас Битву Закончить А там Получается Нет Туда Будем Просто Отсиживаться Как 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 Не Ввязываться В Бой Можно Просто Вот Так Вот Я Могу Так Не Ввязываться Все Равно Ввязываюсь Ну Че За Хрен Короче Вот Такую Расстановку Попробую Посмотрим От Дефа Буду Играть Короче А Ну Понятно Римляне Которые Туда Добегают Они Пытаются Этого Убить Охеренно Меня Кроме Меня Тут Больше Никого Нету Почему Они Все Меня Атакуют Какая Жесть Вот Такую Расстановку Попробую Я тут Конечно Размещу Эту Хрень На Минус Курону Вражескому И Еще Один Флаг На Бонус Курону Вот Так Я думаю Пока Они Тут Все Так Хорошо Собрались Может Быть Бестией Поработать Вот Так Вот Например И Саппорта Например Выключить Хоть Какие-то Хорошие Новости Так Снерс Может Отсюда Заатачить И потом Отойти А Насмешкой Я могу Вот Этого Спровоцировать Атаку На себя Нормас Блин Друиды Вообще Задрали Просто Они Друга Еще Поднимают Какая-то Имба Получается Вообще Они Меня Атакуют Они Не Видят Что Они Здесь Римляне Их Перерезали Полармия Они Атакуют Меня Главное Бестию Там И прочих Остальных Они Вообще Офигеть Просто Какая Ненависть Почему Именно Меня Но Это Из-за Максимальной Сложности Даже Просто Нелогично Все Бросать И Меня Атаковать Когда У них Там Проблемы С Другими Так Я Короче Этого Сейчас Попробую Нокаутировать В В Центре Готикса О Я тут Могу Очень Круто Шибить Этих Мудил И Вот Этих Тоже Сразу Троих Хэтрик Охеренно Вообще Охеренно Легендарно Так Ну и тут Пусть Коляда Фокусит Сейчас Будем Планомерно Их Уничтожать А Бести Урон Гарантированно Получу Да Вот При Этой Херне Да Ну Хотя Бо Тут Одного Мудака Мы Убили Да Этот Еще Бо Не Сгорел Блин Прикольно Там Они Теперь Опять Они Короче Подбежали Меня Чтобы Фокусить Ну-ка Сейчас Поддаваем Сразу Урон Отлично Мало Шансов Почему-то По нему Попасть Но Я думаю Мы Сможем Что за Прикол Один ХП У него Остал Что за Издивка Ну-ка Ну Добей Его Ёпта Так Все Закончится Тут Атис Почему Потому Что Нельзя Быть Красивой Такой Ну Все Тут Осталось Трое Вроде Этих А Не Немножко Еще Там Этих Подруков Но Почти Я Всех Вывел Из Зоны Комфорта Вот И Все Осталось Только Один А Так Они Имеют Ввиду Один Из Этих Из Придурков Тут Все Против Меня Ну Ко Пинком Его Не Пинком Что-то Нельзя Это Был Последний Феликс Адриан Уцелел Отлично Легат Твой План Сработал Теперь У нас Есть Доказательства Против Лурко Вернемся В политике Позже Как утихнет Сражение Не сомневаюсь Виктрикс Захватит Город В течении Часа Ой Винсенгитотрикс Встает Я думал Что Раскусил Римлян Я решил Что Секрет Вашей Мощи В единении Что Вы Никогда Не Сражаетесь Меж Собой Как Принято У нас Но Я Ошибался Ты Убил Своих Людей И Все Так Одолел Меня Что Ж Прикончи Меня Дай Мне Умереть С Честью Как Мне Поступить С Друзья Обычай Велит Нам Протащить Поверженного Царя По улицам В знак Триумфа Победившего Его Императора И затем Публично Повесить Он Храбро Сражался Он Заслужил Непозор И Ни Унижение На Смерть Воина Я Согласна С этим Убей Его Это Будет Достойный Итог Он Более Не Угроза Нам Даже Если Он И решит Снова Поднять Оружие Против Рима Теперь За ним Никто Не Последует Пусть Подобно Ценату После Служения Народу Пускай И не Такого Успешного Он Вернется К жизни На Ферме Своего Я Добился И Племена Галлов Разбиты Ты Храбро Защищал Свой Народ И Возвращайся К своей Семье Ну Он Реально Нормальный Он Меня Не Обманул В В Отличии От Того Другого Галла Пусть Он Возвращается Реально К своей Семье И Доживай Свой Век До Конца С позором Того Что Не Сберег Свободу Галлам Если Таково Твое Решение То Я Принимаю Его Победа Галлы Сдаются Это Было Нетрудно Мы Убили Двух Римских Офицеров Это Очень Нехорошо Я Впечатлен Похоже Лурка По-прежнему Тебя Однако Мне Интересно Как Сенат Воспримет Обстоятельства Моей Поимки Он Прав Нам Стоит Возвратиться В Рим Как Можно Скорее Нужно Не Дать Лурку Возможность Принять Ответные Меры Достижения А Метод Дадут Залутать Не Дали А Вы Легаты Победоносный Легион В отличие От многих Вы Действительно Заслуживаете Так Называться Много Хороших Людей Погибло Безо Всякой На то Причины Не знаю Хороша Ли Такая Победа За Триумф Часто Приходится Поплатить Кровью Легио Феррата Прибыл И был Расформирован Неделю Назад Офигеть Он То есть Он Просто Он Оставил Нас Сражаться Одних Сам Уже Побежал Домой Думаю Тебе Уже Известно Что Дальше Да Я Ясно Представляю Что Нужно Делать Ясность Ума Достойная Похвала Но Легко Забываемая Допродетель Кое-какие Вещи Тебе Придется Обсудить Соратниками Дай Знать Когда Вы Будете Готовы Пора Выдвигаться Нам Нужно Сесть И Обдумать План Следующие Несколько Дней Может Решиться Наша Судьба Задай Себе Вопрос Чем Занят Мой Ты Не Прав Проще Защищать Заранее Подготовленную Территорию Вспомни Все Наши Осады Но Подготовку Нужно Начинать Заблаговременно Не Правда Ля Если Нас Признают Виновными В убийстве Ременских Чиновников Вы Все Пострадаете Из-за Меня Да Будет Так Мы Пострадаем Но Не Из-за Тебя Я Не Какой Ты Там Раб Я Сам Решаю Следовать За тобой А ты Подыграй Мне Все Равно Что Представить Себя На Месте Врага Но Мой Враг Не Ты А Лурко Но Если Я Был Лурк Я Попробовал Добраться До Тебя Сейчас Иначе Ему Есть Что Терять Ты Всегда Был Надежным Соратником Я Свободный Человек Не Понимаю К чему Ты Клонишь Наши Пути Пересеклись Вот И Все Поэтому Я Кстати Тут Музыки Нет Звука Это Походу Тоже Баг Видите Концовку Игры Разрабы Не Очень Проработали Дай Мне Мудрый Совет В Последний Раз Старый Друг Мне Предстоит Принять Сложное Решение Твое Огорчение Вполне Естественно Но Мне Кажется Что Примешанные К делу Личные Вопросы Туманят Твой Разум Думаю Тебе В Жизни Попадали Задачки Посложнее Зная Что Мы Сделали Все Что Смогли И Время Бросить Жребий И Узнать Что Нас Ждет Может Обойти Все Законные Процедуры Просто Захватить Рим Это Наиболее Надежный Способ Наказать Лурка За Его Злодеяние Тысячи Ну Ка Надежный План Для Лурка Это Будет Полной Неожиданностью Так Что Он Будет Плохо Подготовлен К Какому Либо Противостоянию Однако Тогда Это Означало Проявление Недоверия Конституциям Которые Мы Пытаемся Защитить К тому же Придется Много Сражаться И Возможно Погибнуть Что Ж По крайней Мере Мы Умрем Сражаясь Лучше Умереть Так Чем Погибнуть За Преступление Которое Ты Не Совершал Но Мы Были Лишь Временно Приостановили Работа Сената До тех пор Пока Все Не Вернется В норму Не Уверен Что Получится Ль У нас Это Мало Кто Захочет Добровольно Расстаться С властью Что Если Тебя Помимо Прочего Признают Убийцей Римских Чиновников Тебя Могут Казнить Я Прожил Полную Счастливую Жизнь Я Старик Который Много Чего Повидал Я Обрел Все Что Искал Не Стоит Бояться Смерти Есть Шанс Что Я Могу Погибнуть Позаботься Моей Семье Юноша Я Заботился О вашей Семье Задолго До Твоего Рождения Сосредоточься На Предстоящей Задаче И Сделай Так Чтобы Моя Помощь Им Не Понадобилась Ты Хорошо Служил Мне Синерас Я Не Могу Обрекать Тебя На Верную смерть Ты Понял Или Прослушал Вначале Вот И Конец Это Меня И Пугает Как Думаю Что Случится Думаю У нас Достаточно Доказательств Чтобы Добиться Вечного Изгнания Этого Ублюдка Мы Снова Гордо Войдем В Померий Как Обычные Граждане Что Если Сенат Не Сочтет Наши Доказательства Убедительными Этого Не Бывать Нужно Удостовериться Что Все Понимают Пройти В Сенат И Заставить И Нас Выслушать Что Ты Имеешь Ввиду Войти В Рим Смечаем В руках Мы Будем Выглядеть Как Злодея Если С годами Мне Удалось Чему-то Научиться Так Это Тому Что Историю Пишут Победители Да Меня Это Научила История С Луцей Вопрос Теперь В том Что Тебе Милее Правда Или То Что Написано Было Интересно Было Здорово Правда Ты Всегда Был За Меня Горой Даже Когда Это Было Не Слишком Тебе Выгодно Я Никогда Этого Не Забуду Это Плохая Идея У нас Имеются Доказательства Которые Позволят Навсегда Осудить Лурка И всю Его Семью Последний Раз Когда Я Видела С Лурка Он Был Зол Но Не Паниковал У него Припрятана Еще Пара Фокусов Это Уж Точно Не Надумывай То Что У него Раньше Всегда Находился План Не Знать Что Сейчас Может И Так Но Других Вариантов Пока Нет Всегда Что Есть Годы Проведенные С тобой Меня Этому Научили Думаешь Нас Обвинят В Убийстве Я Бо Так И Поступила Лурку Опасный Враг Он Слишком Хорошо Знает Когда Соврать И Что Я Не Заметил У Него Никакой Совести Ты Знаешь Если Бо Мы Захватили Сенат Нас Никто Не Остановил Бо Люди Сумеют Оказать Сопротивление И На этот Раз Придется Убить Очень Много Людей И Не Только Тех Кто Этого Заслуживает Не Обязательно Если Нас Будет Слишком Много Никто Не Стоит Нам Сопротивляться Это Будет Глупо Так Ле Это Важно Мы И Так Убили Много Людей И Сколько Из Них Того Заслуживало На Этот Раз Пострадают Римляне Спасибо Что Всегда Поддерживаешь Меня Я Не Слишком Умею Убивать Людей А Ты Каким То Образом Притягиваешь Людей Которых Нужно Убить То Что Я Для Тебя Сделала Все Еще Не Сравнится С Говорю Если Я Отправлю Легион В Рим Начнется Гражданская Война Надеюсь Ты Понимаешь Что Я Не Жажду Войны Но Когда Это Не Избежно Нужно Себя Защищать Рим Не Так Как Я Себе Его Представляла Пока Не Увидела Своими Глазами Там Много Страданий И Нищеты Когда Человек Живет На Природе Даже В Патриции Зря Растрачивают Свои Полномочия Время Напомнить Сенату Что Они Должны Служить Римскому Народу Мне Кажется Маловероятным Что После Захвата Рима Власть Перейдет К Людям Она Перейдет К Тебе Как Бы Там Было Не Думаю Что Решу Здесь Остаться После Всего Этого Время Взглянуть В Лицо Прошлому И Отпустить Оружие Ваше Будем Хранить На Вилле Как Обычно Вит А Если Я Выберу Вас Держаться Это Как Нельзя Входить Время С Целым Легионом И Все же Если Я Решу Кто Меня Становит Так Нельзя Если Примешь Такое Решение Будешь Считаться Злодеем Никто Тебя Не Сможет Остановить Я Смогу Я Следовал За Тобой Повсюду Делал Но Сейчас Сейчас Я Провожу Черту Я Не Стану Помогать Если Ты Собираешься Разрушить Устои Нашего Общества Рим Республика Своего Народа Последствия Ваших Действий Обратят Спять Несколько Столетий Прогресс Я Не Хочу В Решает Когда Ему Это Не Удобно Если Перейдешь В Рубикон Я Больше Не Смогу Тебя Поддерживать Тогда Решай Сам Цезо Так Мы Вместе Многое Пережили Я Доверяю Твоему Мнению Как Скажешь Поверь Боги Нас Защитят Похоже Решение Принято Давай Распустим Легион Вид Нужно Быть Готовыми Представить Наши Доказательства Ну Тут Понятно Что Уже Какая Будет Типа Если Я Легион Не Распущу Надо Будет Этого Цезо Убить Или Типа Того Давай Ладно Распустим Это Реально Самое Сложное Здесь Самое Простое Это Войти Туда С Легионом Всех Перерезать Нахера Захватить Власть Самое Сложное Это Быть Как Быть Остаться Остаться На Светлой Стороне Выберем Сложный Путь Давай Распустим Легион Вид Нужно Быть Готовым Представить Ваши Доказательства Отлично Минуты Я в тебе Засомневался Прошу Прощения Чудесно Давай Празднуем Что все Вернулись Живыми Я Угощаю Так И Рим Республика Так Это Четвертый Невозможно Защищаться На пустой Желудок Поешь Матушка Твои кулинарные Навыки Определенно Усовершенствовались Я возьму Себе Добавки Позволь Мне Отведать Первым Как обычно Теперь Когда ты Вернулся С очередной Войны Чем ты Хочешь Заняться Мы Еще Ничего Не Закончили Лурка По-прежнему Консул Именно Мы Не Можем Себе Позволить Недооценивать Оппонент На данном Этапе Мудрые слова Синерос Нам действительно Следует Быть Осторожными Мы С Тицероном Увидимся Завтра Утром С тобой В Сенате Чтобы Подготовиться К слушанию Выступай Так Словно От этого Зависит Твоя Жизнь Во многом Она Действительно Может От этого Зависеть Благодарю Спонсоров Канала Маг ДР Дмитрий Руперт Мистер Тат Дмитра Михаил Антонов Спасибо Большое За Поддержку И остальные Так Так Римляне В своей Неудобной Позе Едят Точнее Во вредной Тебе следует Дохнуть Завтрашнее Слушание Потребует От тебя Всей Твоей Мудрости Ты хорошо Разбираешься В политике Скажи Мне честно Ты думаешь Что мы Завтра Победим Те Кто пытаются Предсказать будущее Лишь выставляют Тебя на посмешище А побеждают Те Кто готовы К любым Неожиданностям Я хочу тебе Сказать Какое счастье Иметь Тебя Своим Соратником Это был Не только Мой долг Я был Счастлив Тому Твой отец Сделал Меня С меня Обещание Позаботиться О тебе При любых Обстоятельствах А сейчас Смотря на Тебя Я чувствую Исключительную Гордость Хотел бы Я Чтобы твой отец Смог бы Тебя сейчас Увидеть Чем ты будешь Заниматься Когда все Закончится Я столько Всего Перенес Но должен Признаться Что я Чувствую Возраст Мне кажется Я бы хотел Снова Увидеть Свою Родину Честно говоря Я чувствую Близость Смерти Было бы Приятно Увидеть Геликарна Еще раз Конечно Я лично Отправлюсь С тобой Туда Спасибо Неплохой День Друг мой Есть ли Причина По которой Ты весел Я тут Подумал Ты правильно Поступил Не пересекая Рубикон С легионом Я все еще Думаю Что это была Неплохая Идея Но я бы Потерял Тебя А ничто Этого Не стоит Это важнее Чем твоя Или моя Жизнь Наша Республика Держится На определенных Принципах Словно Столпах Удали Один из Столпов И все Общество Может Рухнуть Где Коляда И прочие Члены Гвардии Коля Коля Была Немного Забоченная Она беспокоится о корвине Ты знаешь Что этот хитрый ублюдок До сих пор не найден Что если Сенат предпочет лурка Они этого не сделают Сенат Добродетельный И мудрый институт Они увидят истину Как ты считаешь При помощи Цицерона Помощи Цицерона Будет достаточно Цицерон Наверное Лучший адвокат Во всей республике А еще он консул Но откуда мне знать Я обычный солдат Лучше доверять Своим товарищам По оружию Кроме того Катан Такой же солдат Как и любой из нас Надеюсь на твою правоту О чем ты думаешь Как ты думаешь У нас все получится Твое дело право И я верю Что мы сможем убедить Сенат Однако наш противник Коварен Это меня беспокоит Как ты думаешь Что предпримет лурка Если проиграет Я беспокоюсь Что он не подчинится Воле Сената Если результат слушания Окажется не в его пользу А ты планируешь Подчиниться Сенату Если проиграешь Если Сенат Станет на сторону лурка То они столь же порочны Как и он сам Возможно Но не тебе судить об этом А вот и мне Возможно ли Вообще выиграть слушание Против действующего консула Если это невозможно То наша республика Была бы обречена А те кто обладает Наибольшей властью Должны находиться Под самым строгим контролем Но отвечая на твой вопрос В том духе В котором он был задан На нашей стране Цицерон Второй консул Именно из-за потенциальной возможности Подобной ситуации Консул вдвое Ты выглядишь озабоченным Даже в Риме Блин было Считайте два президента Даже в Риме Что если я проиграю Что тогда произойдет с тобой Дети не должны волноваться Насчет родителей И переживая о себе А со мной все будет в порядке Мы так близки К возможности Отомстить за смерть отца Этот негодяй Разлучил мою семью Убил моего мужа И моего Моего самого дорогого друга Я лишь надеюсь Что его заставят страдать Синера стареет Быть может нам следует Его отпустить на волю После слушания Прекрасная мысль, дорогой Но я не понимаю Что он будет делать Если перестанет быть нашим рабом Ему решать, я думаю Может он и не хочет Становиться гражданином Ты будешь присутствовать В Сенате во время слушания Не думаю, дорогой Кому-то нужно присматривать за домом А мне еще нужно Приготовить пир для гостей Какой пир? Грандиозный пир Который мы закатим После твоего Тремуфа в Сенате Так, ну у меня тут Все полностью Разблочилось Можно, конечно Поставить Цвета легиона Какие-то новые Давайте Тадарла Так, а что До трофеев О, вы сдали Командование Своим легионом Тут я Почти все Открыл Вот эти вот Короче Пять статуй Они За флирт За очарование Дают Но они тут Сами разработчики Заблочили с кем-либо Возможность Мутить Из девок Если ты Хоть одну выбрал В данном случае Каледо И две еще Каких-то Возможно Если бы я Легион оставил Вот такая Блин, короче Статуя котейки Самая прикольная Так Никаких Доп Квестов Нету Я проверил Все чисто Выходим Идем Да Даже Все Остальное Заблочено Знаменитый Римский Сенат Порядок В Сенате Обсуждение Предсказания Будущего Непродуктивно Обвиняется Сам консул Ничего не может быть важнее Любые другие заявления Не будут сегодня рассмотрены Вердикт по этому заявлению Снова должен быть определен Голосованием До захода солнца Можешь продолжать консул Но прошу воздержись От погружения в детали Совершенно не связанные С нашим обсуждением Естественно Могу ли я еще раз Настоять на необходимости Использовать мой настоящий титул Диктатор Вместо консула Но ты больше не являешься Диктатором Верно Тебе хотя бы известно Что означает фраза Вечный диктатор У Легата Серьезные доводы Титул был представлен Тебе на ограниченное время Чтобы справиться с кризисом И хотя срок действия Твоего титула не истек Мы определенно заявляем Что кризис прекратил Своё существование Позвольте себе не согласиться Кризис явно не прошел Просто изменился его контекст Позвольте моему коллеге Сенатору Антонию Ясно показать Насколько беспрецедентно И абсурдно данное заявление Уважаемые сенаторы Сначала давайте рассмотрим Источник и суть постановления Которая позволяет нам Назначать консула На должность диктатора Спустя одну Как показалось Нескончаемую речь И тем не менее Каким-то образом Мы пришли к ситуации Обвинения того самого человека Которому было поручено Предотвратить этот кризис Спасибо сенатор За это подробное И прежде всего Длинное объяснение того Что мы уже знали Тем не менее Нам еще раз тщательно напомнили И если это все То мы наконец приступим К обсуждению доказательств Представленных против консула Давайте рассмотрим Преимущественное преобладание Указания на твою причастность К делу Митридата Много лет назад В то время ты утверждал Что ничего не знаешь О коррупции И изменнической деятельности Своего брата Но теперь ясно Что это не совсем так Мне не нравятся Твои инсинуации Мой брат умер За свои преступления Если ты помнишь Ты имеешь в виду Что он был Облыжно обвинен? О, я верю Что он был Так, я хочу сказать Что ты убил своего брата Без суда и следствия Чтобы уклониться от разбирательств И сохранить свою репутацию И тогда Сенат Просто согласился С моим незаконным Отправлением правосудия Я считаю это оскорблением Как память моего покойного брата Так и столь авторитетного Учреждения, как Сенат Поскольку он выражает Волю народа Сенат, очевидно Не способен совершать ошибки Спасибо Но ты действительно Казнил своего собственного брата Не дожидаясь судебных процедур И поскольку Не тебе было определять его вину Не тебе следовало Исполнять приговор Есть у тебя свидетели Обратного, диктатор? Я сам являюсь Наиболее важным свидетелем Обратного на этом процессе Позволь мне изложить Мое видение ситуации Несколько часов спустя Офигеть Несколько часов спустя Он что, охерел что ли? Чтобы ты не мог Связать мою деятельность С той войной На самом деле Будет справедливо сказать Что мои предполагаемые Отношения с Митридатом Имели место только ради службы Риму Некоторым образом Справедливо не является Тем словом Которое первым приходит в голову Может быть поговорим О печально известном Вторжении в Египет Печально известный Будет здесь правильным определением Легат спровоцировал войну В землях Уже являющихся Провинцией Рима Подверг Африку ужасу И поверг в хаос Следующее за этим Незаконное вторжение В Египет Привело к исчезновению Династии Птолемеев И все это ради служения Нереалистичным политическим амбициям Это ты инициировал Гражданскую войну При поддержке своего Тайного легиона Тайный легион Интересно что еще ты выдумаешь Наверное в моем Секретном легионе Центурионами Служили призраки Приму это за комплимент Но к сожалению Я не призрак Сенаторы Я Феликс Адриан Предводитель легиона 17 Этот человек Вел меня в заблуждение Заставил думать Что я служу Народу Но теперь мне известна правда Позвольте мне ввести вас В курс действий Нашего легиона смерти Несколько часов спустя Это серьезное обвинение Если они будут доказаны То ввергнут тебя В неприятности Адрен Позволь не согласиться Поскольку в тот момент Когда я осознал Истинную природу Ветелия Лурку Я стал работать на легато Мне было обещано Помилование Еще раз обращаю Ваше внимание На полное отсутствие Заслуживающих доверия Свидетелей Ни этой легендарной Бухгалтерской книги Ни вымышленного бухгалтера Написавшего ее Нигде не видно В таком случае Объясни свое присутствие В Александрии Во время битвы Зачем бы Птолемей Который в тот момент Вел войну против Рима Был с тобой В дружеских отношениях Я пытался навести порядок В дипломатической неразберихе Спровоцированной Твоим легатом На самом деле Это я пытался справиться С неразберихой Которую учинил ты Ты спровоцировал Гражданскую войну И заставил Свой собственный легион Принять в нее участие Это опасная игра Не исключено Давайте завершим Процесс обсуждения Недавней кампании Против варваров Галли Ты ведь убил Членов притроянской гвардии Диктатора Не так ли, Легат? Лурко и его люди Наняли гайских воинов Для нападения на Рим Это была лишь казнь предателей Я полагаю Это означает Что у тебя есть власть Рассуждать и казнить преступников От имени народа Рима Интересно, зачем Мы тогда принимаем участие В этом слушании Сенату в подобных решениях Принадлежит безусловный авторитет Наверняка Легат оговорился Ты, похоже, даешь Моему обвиняемому Огромный кредит доверия консул Когда кто-то говорит тебе Что он совершил преступление Ты тоже должен верить Говорящему на слово Не исключено Я вижу, что Сенат Более или менее готов вынести вердикт Окончим дискуссию По данному заявлению голосованием Прошу прощения, друг мой Как бы то ни было Я болел за тебя Но ты действительно Недостаточно аргументированно Представил свое дело А я должен был Быть беспристрастным Так, вжук Некоторые ответы Нити, наверное, выбрал Насколько я понимаю В то время ты был послом В Египте Надо выбрать, мне кажется Не был, но В конце концов Мне удалось спасти Всю компанию целиком Птолемей бы с легкостью Всех вас прикончил Интересно, откуда тебе Известны подобные факты Итак, у Птолемея Не было причин Оставлять тебя в жилых Однако он все же оставил Очень любопытно Давайте завершим процесс обсуждения Недавней кампании Против варваров Галлии Ты ведь убил членов Претарианской гвардии Диктатора, не так, релегат? Это была самозащита Его Претарианская гвардия Атаковала мою И скажи, молю Зачем бы моя Претарианская гвардия Атаковала тебя? И верно Зачем бы одной Претарианской гвардии Атаковать другую Кто бы не был инициатором? Пролез свет на это событие, диктатор Разве я должен дать ответ? Он должен ответить первым Ясно Я вижу, что у сенатора Антонио есть что сказать А, верно Благодарю тебя за возможность поговорить Об истории зарубежных лидеров Представленных в Сенате Прежде всего Сенатор проводит очередную часовую лекцию И еще раз благодарю тебя За подробное разъяснение Столь важного момента, сенатор Перейдем же теперь к вынесению вердикта Аправленно нет Солнце село Решение не было принято Полагаю, вердикт по данному заявлению Можно считать невынесенным Невынесенным? Невероятно Диктатор Лурка прав, легат Вердикт должен быть вынесен до заката Так что его можно считать невынесенным Но в свете неопровержимых и убедительных доказательств Против диктатора я считаю, что это заявление заслуживает Недлежащего вердикта Мы соберемся завтра на рассвете для окончательного решения Это предоставит диктатору честный шанс защитить себя в последний раз Сессия распущена Давай подождем, пока все разойдутся Тогда мы сможем поговорить с Цицероном в частном порядке Признаюсь, я болел за тебя, но ты действительно отлично выступил в своем деле Завтрашнее слушание будет формальностью Ты практически выиграл То, что ты делаешь, неожиданно, но тем не менее достойное восхищение Похоже, что искупление для тебя не пустой звук Когда дело касается нравственности твоих действий Однако я хочу быть уверен, что ты понимаешь серьезность совершаемого тобой Ты убил претарианскую гвардию действующего консула Еще могут возникнуть последствия этого деяния Их смерть была прескорбной, но необходимой Надеюсь, Сенат поймет В Сенате заседают люди Они столь же высокоморальные, как люди, проживающие в здании Я полагаю, что на данном этапе риски не имеют значения Сенат убежден в вине Лурко Несмотря на его бессмысленные увертки Ты ясно дал понять всем, что война Виталия Лурко в Галлии Была ничем иным, кроме захвата власти Он мечтает упразднить республику и назвать себя императором Лурко Бессмысленно размышлять о его мотивах Имеет значение лишь то, что удалось убедить Сенат Если бы нам удалось наконец доказать, что Лурко убил моего отца и Лукула Лучше воздержаться от упоминания этих обвинений, если мы не сможем их доказать По сравнению с предполагаемой государственной изменой, убийство двух римлян кажется тривиальным Если он повторит свои обвинения в убийстве, я надеюсь использовать именно этот аргумент, чтобы оградить себя Быть может нам удастся подкупить некоторых сенаторов Я притворюсь, что никогда не слышал подобных речей Мы должны рассматривать подобные действия только к крайнюю миру, поскольку я считаю, что наша позиция сильна А после нашего сегодняшнего труда, наша победа практически бесспорна Что у тебя здесь? Еда для легата и его друзей Дай мне отведать Это только для господ Ого, палевно уже Мой господин не ест ничего, что я не пробовал Ну что ж, ладно Вкусно Странно, я не заказывал никакой еды Сенат не запрещено есть Синерас, выплюнь скорее О, прошу прощения, я внезапно почувствовал головокружение У этой пищи странный вкус Присядь, если тебе нехорошо Я... я не могу дышать Я... я же покупал противоядие Я несколько противоядий покупил Залейте ему Еда была отравлена Куда делась рабыня? Я не могу Яд из Лавра Его нужно немедленно доставить доктору Блин Оставайся с ним, я приведу подмогу В форум вошли вооруженные люди Мы принесли твое оружие Старина, он мертв, лурк И я с тебя шкуру живем спущу И посыплю солью, я твой хер скормлю уличным псам Бестия, позже сможем его оплакать Они уже здесь Уничтожите всех врагов Он все еще жив, следите за тем, чтобы никто не сбежал Ну суки Уворот Надо вот этого вот убить нахер Вдохни, чертила Еще тебя Падла Да чтоб тебя Вы можете в это поверить Так Падла, загорелся еще Блин Блин Что же с ним делать-то Так, ты можешь его добить Да ты че шутишь? Уклонился, охереть А вот это вот тебе как Уклонись от вот этого Значит все кончено Как обыденно Ой, да ладно Тут сенаторы тоже сражаются Молодцы О, че-то они У меня нет на это времени Разберитесь с ними Ах ты падла Я на тебя израсходовал столько А ты смотался Так Они еще меня тут хилять могут Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Зная Корвина, можно быть уверенным, что он или отправился к ней, или кого-то подошлёт. Сенерос, он... он умер. Покойся с миром, старый друг, я никогда не забуду твоей преданности. Мне жаль, он был хорошим человеком. Друг мой, твоя матушка. Нам следует быть осторожными, это, наверное, ловушка. Встретимся в регии, когда твоя семья будет в безопасности. Было бы неплохо иметь на нашей стороне дрожащего великого понтифика Аврелия Коту. Мы практически победили, это нападение означает юридическую победу вчистую. Марк, не время сейчас. Тут ещё выжить надо. Так, ладно, я приодел доспехи. Так, вилла Рамилей. Короткие стрелы, стражу таковали издалека, возможно, мы опоздали. Все убитые, вилла горит. Где моя мама? Она укрылась в кабинете, как и в прошлый раз. Вы видели Виталия Лурка? Консул собственной персоны, разумеется, нет. Сколько их? Большинство уже удалилось, но четверо ещё в саду. Умойтесь, мы со всем разберёмся. Следует ли мне уведомить власти? Беги к Сенату, там сейчас безопасность. Ациррон и Каттон находятся там. Ты должен рассказать им о содеянном Лурку. Побегу настолько быстро, насколько меня понесут ноги. Ну и зрелище, как думаешь, долго будет гореть? До самой ночи, без сомнений. А вдруг огонь перебросится на соседние здания? Ну и что, не наша забота. Я сильнее боюсь, что пропритор появится и начнёт тушить пожар. Этот элитарный придурок уже давно валяется мёртвым в Сенате. Убить всех. Стоять, бандит. Почему приказу ты производишь обыск? По приказу консула Виби и Виталия Лурка. Вы все арестованы. Вот как? И в чём же нас обвиняют? Вас обвиняют в убийстве и государственной измене. И вам вынесен смертный приговор. С каких это пор жалкие ликторы выносят римским гражданам смертные приговоры? Не усложняй ситуацию ещё больше. Я знаю, что вы лишь исполняете свой долг. Надеюсь, боги... Нет. О, не переживай, мне будет совсем несложно. Красиво. Мы захватили этих бандитов врасплох. Им не следовало поджигать дом, если они ждали от нас милосердия. Твоя матушка в ловушке внутри, нужно ей помочь. Туши пламя водой из фонтана. Наполняйте кувшины водой из фонтана. Мы должны сдерживать это пламя. Херей, тут бочки с маслом ещё, блин. А где она-то? До неё огонь ещё не добрался, но... Вот-вот доберётся. Надо, чтобы бочки с маслом ещё не это. Из фонтана, блин. Так, ну ладно, пусть вот здесь вот бестия херачит. Так, я тогда буду, да, вот здесь вот, наверное, херачить с лучницей. Вот это мы втроём. А, ну и здесь вот одного можно. Или всё-таки нет, или всё-таки как? Или всё-таки лучница пусть вот здесь? Или вот этот пусть здесь? Ладно, вот этот пусть здесь. А мы вот так. Осталось 100 тысяч. Так отсюда не докинет. О, докинет. Неплохо. Так. Ох. Намаз. Давай-то до туда подбегать, что ли? Так. Вот этот зато здесь может потушить. Зараза. Сюда еще добежать бы. Что-то она тут не хочет тушиться. Туда вообще не метается. Ну ладно, вот так вот хотя бы. Прошу, есть кто-нибудь живой? Помогите. Ща, ща, ща. Охватить все виллу не дайте. Легко сказать, блин. А, ну в принципе мы уже тут не допустим ее смерть, если вот здесь вот сейчас. Да, уже она, все, уже она может отступать. Вот туда вот что ли захерачить. Сколько там надо? Осталось потушить 41 гекс. А, он потому что распаляется, да. Вот здесь тоже. Все-таки одного придется здесь тушить. Ладно, сейчас посмотрим, короче, попробуем. Так, вот здесь вот, я надеюсь, сейчас мы полностью потушим. Да. Ну, вроде потихоньку мы его сбиваем. Отлично. Вот здесь вот потушили. Побег, побег, да. Да подожди с побегом. Дормас. Так, мать, тут сбегает. Мне еще с квест не это. Не признают. Отраченным. Ёпта. Че-то тут он, это, разогрелся. Вот так вот отсюда впритык можно потушить. Да, ну тут, конечно, пипец, это все горит. Не зря я качал, конечно, передвижение потом, но чувствую, что все равно этого не хватает. Да, тут надо заново как-то, надо, чтобы он сразу не распространялся все продумать. Наверное, нужно, короче, все очаги погасить и оставить какой-то один, не трогать, а его потом уже тушить в последнюю очередь. Хотя вот здесь вот уже оно пылает жестко, блин. Я не знаю, что, короче, они от меня хотят. Как это они хотят, чтобы я тушил. Ну вот здесь вот не сильно горит, а может гореть сильнее. А тут он привязан, типа, мне надо смотреть, типа, где деревянное что-то или типа того или нет. Вот че интересно. Ну ладно, сейчас я попробую тактику, короче, чтобы все тушили в одном направлении. Табад Бестия будет ходить в последнем, потому что он дальше всех может ходить. Нет, короче, так еще хуже, потому что там, наверное, мать тогда сгорит. Хорошо, хотя бы я со стороны матери потушил. Ладно, сейчас попробую просто всех на одну сторону закинуть, не знаю. С той, где я уже был, как бы. Опаньки, а вот это вот баг, а вот это вот баг. Охереть, такой у меня не было ситуации, это стопудово. Чтобы здесь все загорелось. Вот, даже на сохранение, на превью, смотрите, тут нету пожара. Охереть меня багует. Уголида, короче, самая крутая. Почему? Потому что у нее навык восстанавливается этот. По, ну, с кувшином, короче. Может быть, надо потушить вот эти светильники? Может быть, если их потушить, огонь не так будет распространяться? Может быть, надо до нее добежать? Может, она перейдет к нам под управление? Потому что так бы попроще было бы. О, благодарение ее, но не вытащите меня отсюда. Да, она перешла под управление, а так теперь проще будет тушить костер. Костер, блин. Да, на максимальной сложности это настоящий геморрой. Тут, возможно, и не потушить, но у меня денег там до хера. Плюс мне эти сенаторы должны компенсировать. Тут это, тут это, даже вон, ну, квест подписан, что доберитесь до выхода. Тут я смогу пробежать-то? Да, вроде бы. Бестия аж воспламенелся. Потуши бестию. Специально, что ли? У меня уж там заново возгорается. Ладно, придется уносить ноги, похоже. Все. Убегаем. Как там говорят, дом там, где сердце. Так. Все мертвые. Они были безжалостны, вырезали всех рабов. Как ты себя чувствуешь, матушка? Это твоя кровь? Ой, у меня кровь идет. Тебе нужна помощь. Приведите доктора. Сможешь ли ты свидетельствовать перед сенатом? Само собой. Каждому следует услышать о том, что сегодня здесь произошло. Они хотели убить тебя. А ты думаешь, они просто мимо проходили и решили напасть? Каледа. Возможно, они просто пытались вывести ее из строя, а может, просто были недостаточно компетентны. Я думаю, что Лурка пытается уничтожить любого, кто может вывести его на чистую воду. Он заставляет нас постоянно обороняться. Нам нужно перегруппироваться и нанести ответный удар. Давайте не терять драгоценное время. Нам нужно найти аптекаря для матушки. Отведите ее в регию. Убьешь двух птиц одним ударом. Каттон и Цицерон тебя там ожидают. А девственные весталки смогут помочь Клавдиане. Укройтесь в регии. Тут точно никого нету? Из вражин, а? Большая локация. Чувствую... Не просто так. Марк Авреликотто. Ты жив? Мы действительно целы, но еле спаслись. На мою семью напали. Разумеется, этот трус непременно напал бы. Я так рад, что твоя семья теперь в безопасности. Я не мог поверить своим ушам, когда Каттон рассказал мне об измене Лурка. Такое нельзя оставлять безнаказанным. Ты считаешь, что у нас достаточно доказательств для вынесения ему приговора? Ему понадобится очень хорошее объяснение своих деяний. Хочу увидеть, как он попробует объясниться. Давайте обеспечим безопасность моей матушке. Я укрою ее в своем храме. Я ничто не повредит, обещаю тебя. Могу ли я тебе верить, Котта? Я знаю, что наши мнения часто расходились, но сейчас речь идет о семье и дружбе. Напал Корвин, прихвостень Лурка. К сожалению, ему удалось уйти. Что, если он вернется за нами? Не думаю, что хоть кто-то из твоих близких в безопасности. Не думаю, что хоть кто-то из твоих близких в безопасности. Корвин коварный, но настойчивый. Будь на то воля богов, мы будем готовы ему противостоять. Твоя вера укрепляет и мою. Нам следует перехватить инициативу. Корвин не может быть слишком далеко, а до тех пор, пока он в бегах, мы не сможем чувствовать себя в безопасности. Каляда может его разыскать. Возможно, но это потребует времени, а у нас его практически нет. Я знаю, где он. Быть может, я смогу распространить, расспросить своих друзей в Сенате. У Лурка там должны быть союзники, а кое-кто из них может обладать информацией. Чрезвычайно маловероятно. Скорее всего, даже Лурка неизвестно, где этот человек. Я знаю, где он. Пророчество будущего может открыть его местонахождение. То есть, мы выпустим курицу на улице Рима в надежде, что она нас к нему приведет? Да никогда. Я знаю, где он! Ладно, бести, у Тихомерса, где же он? Вы можете хотя бы выслушать его? Ладно, нет никакой необходимости кричать. Он в кампус Мартиус скрывается вместе с группой галдиаторов, которых он нанял. Мы можем его там схватить. Ты уверен? Это люди, с которыми я бок о бок сражался на арене, которые на меня равнялись в свое время. Я абсолютно уверен. Что, если это ловушка? И что, если это она? Разве у нас есть выбор? Тогда отправляемся. Напомните, что он мне нужен живым. Он убил моего магистра. Я ничего не обещаю. Корвена. Корвена Далласа. Марсово поле. Все-таки тут все нормально. Наверное, знаете, на этой локации что-то было бы, если бы я с армии сюда вошел. Но это явно худший финал. Если даже здесь этого Синерос убивают, там придется и ЦЗО убить и так далее. В общем, можно себе представить. Луций, Руций, Корвин. Мы здесь. Выходи играть. Весь ансамбль собрался. Думаю, все готово к финалу. Ты должен признать, это впечатляюще. Я не ждал, что вы найдете это место. Бести знает кампус Мартиус как свои пять пальцев. Не в первый раз недооцениваю этого шута. Ты заплатишь за смерть Синероса. Я не собирался убивать старика, он умер вместо тебя, так что считай себя его убийцей. Как ты продолжаешь оставаться в живых? Лурка говорил то же самое о тебе много раз. Гладиаторы. Помогая этому человеку, вы становитесь участниками убийства, коррупции и государственной измены. Вы верите, что такой человек будет работать ради вашего освобождения? Конечно, нет. Он заставит вас принять вину на себя. Какая вам будет польза от его динариев, когда вы будете повешены за его преступления? Не обращайте внимания на его слова. Мы работаем на самого консула. Виталий Лурка позаботился о том, чтобы мы не понесли никакого наказания. Мы разорвем этого харька на части, тогда некому будет защитить вас от закона. Я тебя помню, Таббат. Мы совместно сражались со львами на арене. Таббат – бестия. Даже за миллион динариев я не стану с тобой сражаться. Сам расхлебывай, Корвин. Отлично. Ну, хотя бы двое сбежали. Но еще много осталось. Блин, без Синероса даже неудобно с ними сражаться. Тупец. Ну-ка идите сюда, сволочуги. Сука, он там, блин. Мне даже знамя не восполнили. Они хотя бы восполняли такие вещи. Так, этот придурок. Надо его хотя бы, я не знаю, его поджечь. То он наверняка там дамажит. С сопротивлением выгорания. Да, охеренно. Ладно, марафон-то до бестия. Пусть он добежит до этого придурка, блин. Нихера себе у него брони много. Так, шанс крита. Сейчас посмотрим. Сучора. Да, блин, что ж так мало-то? Из-за брони. Опа, и он исчез. Охеренно. Так, вот там вот те еще придурки. Надо им вот эти вот штучек, что ли, кинуть под ноги. А то они сейчас будут тут. Ну-ка, что, посмотреть, как работает надзор хоть раз. И вот это вот придурка спровоцировать. Я же должен по счетам не это с... Блин, вообще капец. Да хера тут врагов-то. Жестко. Ладно, я понял. Надо, короче, вернуться вот в ту локацию, когда я выходил из этой... Да, а, когда я только подходил сюда. Надо эти тактические предметы расставить. Там вернулись какие-то вот этих саппортов, которые распущены. Жесть, штандарты все потрачены. Так, тут, кстати, я заметил сосуды с маслом есть. Так что я могу очень хитрожопо поступить. Например, вот так вот. Вот и посмотрим, кто кого. Блин, немного, конечно, не по фэншую, но ладно. Ну что, просто шель поджечь или все-таки лучше факелом? Наверное, лучше факелом, конечно. Ну-ка, я до сюда докину? Да. Так. Ну давай. Отлично. Вот этих вот придурков здесь, наверное, тоже надо будет поджечь. Ну ладно. Ну-ка, а протестирую. Если я второй раз сюда кину эту хрень, а они еще дамагу нанесут? Непонятно. Крикнули, но ничего не было. Нет, дамаги нету второй раз. Ну, когда второй раз кувшин кидаешь туда, что и так горит. Хотя, по идее, дамаг должен быть, потому что типа масло в огонь подливаю. Даже посольца такая есть. Ну-ка, может, коллеги сюда залезть. Хотя здесь я помню, какой-то лучник тоже у этих вражин был. Хотя я вот сюда вот придумал, да. Вот сюда вот могу. Бестия я докинул. Пусть горит, сука. Бестия, наверное, вот этих придурков пусть мучит туда. Так, вот этот может спровоцировать щитовика. Сразу по нескольким, отлично. Удачно складываются обстоятельства. Отлично. Отлично, номер два. Опа. Так, ну что, теперь посмотрим. Бестия там тоже перерезал. Нормально, нормально. Опа, опа, опа. Неплохо спровоцировал. А, вот он где. Ай, сука. О, еще и здесь, гады. Опа. Опа. Критыт, хорошо. Минус, минус два, да. Так, ну-ка. Ну, попади же в кого-нибудь, блин. Каляда. Так, у ворот у меня еще должен быть. Насколько я помню, там он несколько ходов действует. Я, кстати, совсем позабыл об этом даже. Так, я тут, в принципе, всех этих мудачин поубивал. О, сейчас опять по двоим. Неплохо. Только что-то броня не сшиблась. Я не люблю. Тогда придется его так добивать. А, сука. Нахер саппорта. Так. Все. Добейте последнего. Но еще один тут... А, неужели тут этот сам Корвин? У него что, телепорт? Это Корвин здесь? Я думал, это еще один лукарь, нихера. Вот это... О, это сам Корвин лично, ахереть. Как мне его выискивать, придурка? Ладно, во-первых, я вжук и это себя... Как оно называется? А, вот ты где, сука. Ну-ка, чуть-чуть. О. О, и опять исчез. Охереть, он просто исчезает. Это... Это легально? Так можно делать? Ёб твою мать, ты чё прикалываешься? Ты куда побежала? Это жесть. Ладно. Опа, Корвин здесь. А уже здесь. Я как бы специально по всей карте рассредоточился. Он тут наверняка еще ловушки расставил. Опа. 7-6 шансов на успех. Да ты угораешь! Уклонение! Вжух. Так, во-первых, броню снять сначала, метнув в него вот эту херню, потому что урон очень маленький именно из... А, блин, охереть! Любая атака по нему, и все, атаки нету. Он то там, то сям, ладно. Хочешь играть по-плохому, будем играть по-плохому. Где ты, падла? А, вот ты где. Блин, шибить его, господи. О, получилось шибить. Урона прям совсем малехонько. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, через огонь. Ну, чтобы такую падлу наказать. Сдохни, червь. Я сдеру из тебя скальп и выпью из твоего черепа. Очаровательная идея, но едва ли выполнимая. Могу я предложить иной вариант? Никаких вариантов, ты умрешь немедленно. Или мы можем разумно оставить его в живых. Ему, наверное, много известно о планах Лурка. Кроме того, Корвин опытный и умный воин. Он мог бы быть нам полезен. Терпение, бестия. Ты сможешь с ним сделать, что захочешь, после того, как мы его допросим. Коляда права, живым он нам более ценен. По крайней мере, да, пока то, что нужно ему услышать. А дальше посмотрим. Может быть. Может быть. Это неприемлемо. Приведите его ко мне на виллу. Мы подрезали крылья Лурка, но все же будьте осторожны. Допросим его на всякий случай, но мне кажется, что мы загнали Лурка в угол. Приведите его ко мне на виллу. Наконец-то можно будет не оглядываться постоянно. Корвин, ты арестован за попытку убийства этого человека и за совершенное убийство его раба. Ты падешь с нами. Даже почему-то тут дали эту локацию долутать. Вот тебе и республика. Казалось бы, блин. Так, это я сейчас... А, в Риге. Что, в Риге я могу заглянуть? Что там? Там ничего нету в Риге. Ладно. На следующий день на вилле. А, что, мы потушили все-таки пожар? Блин, я так геморроился. Хотел, старался ее... Думал, надо всю ее самому тушить. А оказывается, можно было вот так просто, да? Хорошо, что я допетрил. Все-таки не геморроиться до конца и типа... Корин внутри. Корин внутри. Думаешь, он готов расколоться? За ночь он несколько смягчился. Он заговорит, если останется в живых. Вернее, если мы можем сдержать... Бестию. Он так любил синероса, как и все мы. У всех нас разные способы справиться со скорбью. Я его отослал. Он, наверное, сейчас топит свои горести в вине. Что-нибудь слышно от Лурка? Консул объявил, что он лично желает допросить этого преступника, так что я ожидаю, что он отправит к нам несколько своих ликторов. Мы к этому готовы. Нападение наиболее вероятно. Не теряйте бдительности. Само собой. Давайте пройдем внутрь. Не уверен, что мы сумеем развязать ему язык, но, по крайней мере, Каляда говорит на понятном ему языке. Она должна была быть здесь, не знаю, чем она занимается. Лучше удостовериться, что с ней все в порядке. Разыщи ее. Слушаюсь. Все тихо. Это хорошо, но слишком тихо. Не нравится мне это. Он скулит, словно раненый пес, но в воздухе, извините, тишина. Это на нем свежая кровь? Что случилось? Он пытался меня лизнуть. Дионир. Его лизык не вырван, так ведь? Язык на месте, а зубы не все. Как думаешь, они попытаются его спасти? Он не стоит спасения. Почему ты так говоришь? Мы его не убили. Почему ты так говоришь? Он попался. Как считаешь, он заслуживает смерти? Он порочен. Не имеет значения, умрет ли он. Он заслуживает вечных молв. Я сейчас с ним поговорю. Привет еще раз. Теперь ты... Еще хочешь меня пытать? Не имею подобных намерений. Я всего лишь хочу задать тебе несколько вопросов. А если я не стану отвечать? Ничего страшного, ты мне не слишком нужен. Тогда почему до сих пор жив? Тогда спрашивай. Давай покончим с этим поскорее. Как давно ты работаешь на Лурка? Слишком давно. Он нанял меня, когда получил командование над... 17... А ты тогда работал на Феликса Адриана? Разумеется, нет. 17-й существовал в той или иной форме в течение сотен лет. Феликс лишь был последним из его командиров. Но я не фанатик. Он просто нанял меня на случай непредвиденных обстоятельств. У меня создается впечатление, что ты не принадлежишь к числу наиболее преданных слуг Лурку. Я предан условиям своего контракта. Кроме того, благодаря тебе все его преданные телохранители мертвы. Если мне приходится выбирать между преданностью и смертью, я не слишком долго обдумываю свой выбор. Если я заплачу тебе больше, чем платил Лурка, станешь ли ты работать на меня? Дело не только в деньгах. Лурка очень умный человек, а я такое уважаю. Он планирует наперед и редко оставляет все на волю случая. Планировал ли он, что мы получим доказательства всех его преступлений? Это первая серьезная ошибка, которую он совершил на моих глазах. Из-за вас он сильно занервничал. Вот почему он не встанет с тобой лицом к лицу в сенате. И вот почему он нанял меня тебя убить. Ты пытался меня убить. Не из личной вражды. В отсутствии Марцелла и его бесполезно громил, это именно я должен был выполнить работу. Но зачем? Это только усугубит его приговор. Зачем рисковать? Ты задаешь правильный вопрос. У него все еще много союзников в высших сферах. Зачем ему рисковать? У меня было простое задание избавиться от тебя. Очевидно, консул надеялся, что тебя прикончит в Галлия. Думаю, это был его план на случай непредвиденных обстоятельств. Теперь лучше прощих известно, что война заключается в управлении положением. Как только ты сможешь блокировать любой возможный ход врага, победа становится единственным возможным результатом. Невозможно одержать победу, занимая проигрышную позицию с самого начала. Лурка меня не победила, он лишь меня разозлил. Гнев мало тебе поможет против подобного человека. Слушай, мне становится скучно. Мы оба знаем, что убивать меня ты не собираешься, а все, что я знал, я тебе уже рассказал. И, честно говоря, ничего из этой информации не будет тебе полезным. Насколько я знаю, даже моя поимка была частью вздумки Лурка. Так что сдай меня властям или пусть меня приговорят. И пусть меня приговорят. Так, у меня там еще вопрос остался насчет семьи. Зачем он всю семью хотел истребить? То есть убить меня было недостаточно, тебе потребовалось истребить и мою семью? Это был не я, он нанимал кого-то другого. У меня просто было задание избавиться от тебя. Очевидно, консул надеялся, что тебя прикончат в Галле. Думаю, это был его план на случай непредвиденных обстоятельств. Я знаю кое-что о войне, и на этот раз у Лурка закончились ходы. Я бы не делал на это ставку. Слушай, мне становится скучно так. А почему ты решил, что я тебя не убью? Поскольку это незаконно, значит, ты бы сам себя перехитрил. Убить Корвина, только если кому-то станет известно, а этого никогда не произойдет. Отчасти ты прав, Диониро, поможешь? Ты прав, я не собираюсь опускаться до уровня Лурка. Я прослежу, чтобы вас с ним обоих судили. До этого никогда не дойдет. Диониро, запри его винном погребе, а потом с этим все в регионе. Не вопрос, до встречи. Ну конечно, это опасный чел, понятно, что его надо это... Ну ладно, ладно. Пока так. Он заговорил? Я думаю, он все еще что-то скрывает, но по крайней мере его можно списать со счетов. Это успокаивает, я рад, что мы его захватили. Что будем делать теперь? Сенат все еще будет колебаться после возобновления слушания. То вот доказательство. Напав на мою семью, Лурка практически сам обвинил себя. Это так на него не похоже, обычно он планирует наперед. Интересно, не было ли все нападение Корвина ловко для отвлечения внимания? На отвлечении от чего именно? Корвин был бы ценным свидетелем, а нам свидетели необходим. Он должен немало знать о замыслах Лурка. Да, от этого была бы польза, но если ты не сумеешь развязать ему язык... У меня было меньше суток, чтобы его расколоть. Если будет достаточно времени, то он сдастся. Я бы сам хотел с ним встретиться. Если задашь правильные вопросы, то любому можно развязать язык. Лурка определенно обречен, но что если он задумает бежать? Я принял предосторожность. Римский консул не сможет покинуть город незамеченным. Никто из моей притарианской гвардии не прибыл, мы должны были встретиться здесь. Я думал, что они появятся вместе с тобой. Ни со вчерашнего дня не видел никого из твоих напарников. Это меня тревожит. Если вздуматься, то их Каттон хотел с нами встретиться здесь, но он опаздывает. Где Каттон? Он должен был появиться в любой момент. Не переживайте, Каттон умный человек и с Гладием обращается умело. Вот он. Твою притарианскую гвардию схватили перед Сенатом. Нужно торопиться. Что? Как? Похоже, что он арестовал их за совершение нескольких преступлений. Имеет ли он на это право на законных основаниях? Он все еще диктатор, он может делать что угодно. Боюсь, что мы не сможем его остановить законными способами. Что они устроили перед Сенатом? Неужели ничего нельзя сделать? Я постараюсь собрать нескольких претеров. Это все вопиющие незаконы, но я думаю, он наконец отказался от претворства. Он в отчаянии. Соблюдая осторожность, люди в отчаянии способны на непредсказуемые поступки. Что они устроили перед Сенатом? Политический театр. Он собрал толпу и вызывает тебя. Тебе следует проявлять максимальную осторожность на кону жизни твоих друзей. Вперед. Я пойду с тобой, чтобы лично быть свидетелем. Задержите его до тех пор, пока я не смогу привести подмогу. Не бросайте ему вызов. Я тоже пойду с тобой. Девственницы весталки присмотрят за твоей матушкой. А они именно девственницами должны быть, чтобы присмотреть? Вообще они меня искушают своими этими весталками. Что-то я хочу к ним туда. Хочу к весталкам тоже. Меня нужно... Это... Курс лечения мне нужно срочно провести. Ух ты, падла. Ёпта. Он схватил... Предателя республики. Убийца римлян. Враг народа. Я арестовал твоих сообщников, и они терпеливо ожидают момента своей казни, но мое собственное терпение истощается. Я знаю, что у таких злодеев, как ты, нет ни чувства чести и ни добродетели. Тем не менее, я знаю, что ты, по крайней мере, родился римляненом. Если у тебя осталось хоть только честь, и признайся, и сдайся. Консул, что ты творишь? Нельзя публично казнить людей без суда. Наши законы запрещают подобную тиранию. Поскольку я диктатор, то я имею право объявлять граждан вне закона. Народ Рима счел нужным дать мне эту власть. Кто ты такой, чтобы подвергать сомнению мудрость народа? Я Солиус Рамили Соло, ты больше не диктатор. Предстань перед Сенатом и позволим вынести с туждения. До тех пор, пока время будет в кризис, я останусь диктатором. Твои друзья, предатели, задержаны по закону. Если ты хочешь добраться до них, тебе придется пройти через меня. Сенат наградил тебя этим титулом, чтобы разрешить конфликт с Галлией. Конфликт уже разрешен. Определенно нет, ведь ты все еще жив, верно? Это ты развязал войну, а мне удалось ее закончить. Галлы бы все равно со временем атаковали Рим. Я просто обеспечил нам их нападение на наших условиях. Как ты можешь говорить подобное? Если бы не ты, то Галлы вообще бы не напали. Это ты их втянул в кровопролитие. Может, да, может и нет. Но теперь мы покорили Галлию безо всяких может быть. Установили над ней полный контроль. Уничтожай своих врагов, пока они не уничтожили тебя. Так выглядит настоящее лидерство. Если ты не желаешь утомить меня до смерти, я бы хотел уже начать казнить этих преступников. Бред севой кобылой. Эти люди герои. Мирный житель говорит. Они ничего плохого не сделали. Отпусти их. Тебя больше не слушаются, Лурка. Посмотри в лица этим людям. Твоим же гражданам. Они тебя боятся. Только преступники и изменники должны меня бояться. Они боятся того, во что ты можешь превратить республику. Этот страх моментально превратится в гнев, как только кто-то решит защитить республику. Ты хороший тактик. Подумай сейчас о своем положении. Твои пленники единственное твое преимущество, но они ценны только живыми. Легат может подождать до тех пор, пока ты не превратишься в убийцу. Или мы можем просто тебя убить, спасая всех остальных, и ты ничего не добьешься. Вы этого не сделаете. Вы подчиняйтесь закону и порядку. Самое худшее, что я могу вообразить, это потеря моих друзей, а их судьба сейчас в твоих руках. Ты все еще не думаешь, как воин. Вот твой враг, прямо перед тобой убей его и покончи с этим. Он не может нас убить. У него кишка тонка для подобного. Он знает, что его за такое приговорят. Блин, и каляда у них. Я с нетерпением ожидаю встречи с сестрой. Я хочу попросить у нее прощения. Мое единственное сожаление заключается в том, что я умру от руки такого жалкого человека. Со дня своего рождения я проливаю кровь во имя Рима, и сегодняшний день ничем не отличается. Пусть он нас казнит, если это необходимо для спасения республики. Если он вас казнит, то что станет с твоей семьей? Ты о них позаботишься, а они станут гордиться мной. Хватит, решай уже. Поступай, как считаешь нужным, Лурка, я не попадусь на твою удочку. Как пожелаешь, кого выбрать первым? Покончи с этим, выбери меня первым, по крайней мере, в этом случае мне не придется дальше слушать твою чушь. Я не могу позволить тебе принести себя в жертву. Он тебя любит, твоя смерть разобьет ему сердце. Лучше выбери меня, Лурка, мне нечего терять, кроме своей чести, а ее тебе не удастся у меня отобрать. Не надо, это не правосудие. Я здесь решаю, что такое правосудие. Казнить его. Да иди нахер. Пиздец. Ах ты, кусок, дерьма, Лурка, ЦЗО ничего плохого не сделал, он был хорошим человеком. Изменник, делу республики, привлечен к ответственности. Мне действительно интересно, что ты будешь делать дальше. Я не буду, бля, тут смотреть, стоять дрочи, блин, как он всех убивает. Мне похеру, что там разработчики задумали, что, блин, нужно стоять, терпеть вот эту вот херню. Я это не буду смотреть, даже если концовка плохая будет. Тебе конец, Лурка, сейчас ты умрешь. Что ты делаешь? Ты же отказываешься от своего преимущества, он этого и жаждет. Ты станешь таким же, как он. Не слушать Цицерона, жизнь твоих друзей гораздо ценнее твоей карьеры. Давай покончим с этим. Естественно, ё. Они убили его. О, мирные, что ли? Тоже мне помогают, охеренно. О, охеренно они тут, блин. Повстанцы. Молодцы. Только, блин. Мой друг, освободи нас, мы тоже хотим биться. О, у меня и этот под управлением, Марк Тулли, Цицерон. Как мне их освободить? Я не могу туда залезть. И Цицерон у меня под управлением. Тут эту херню, что ли, надо рушить? Блин, они сейчас их начнут тут резать. Я не дотягиваюсь до вот этой херни? К сожалению, нет. Надо хотя бы кого-то спровоцировать насмешкой. А, вот этот саппорт, в принципе. Да. И этот ещё проклясть может, Цицерон. Отлично, пусть проклянёт. А иначе они тут их сейчас всех очень быстро. Минус 50% урона, отлично. Так, и надо вот эту херню начать рушить. Ну ладно. Да не прикалывайся ты. Я предсказал каждое твоё действие, легат. Всё идёт точно по плану. Ты настрать мне на твой план, я тебя всё равно замочу. Бля, они резать начали. В ней мирных даже убивают. Сука. Ну, сука. Ну, я надеюсь, что они, если моих вырубят, это просто вырубят, значит. Это не будет казнь. То есть, они просто, как бы, упадут, но они не будут казнены. О, тут даже какие-то местные помогают. Только сцену всю не подожгите, блин. О, блин, добила бана. Отлично, отлично. Херачьте их. Освободи нас, ну же, тебе нужна наша помощь. Да знаю я. Освобождайся. Так, это я сразу двоих тут тогда нокаутирую. Да, надо этого мудака, наверное. А почему не... А, не могу. Как меня освободить-то? Ну, ну. А оно не освобождается. Охеренно. На, сука. Может быть, этого реально Вителия Лурко захерачить? Так, 25% здоровья. Да, это вот пригодилось бы. Цицерон. Ух ты. Аккуратный цицерон. Да блин, да ты чё? Разбитый на голову. Убейте пленников. Нам в них больше нет нужды. Виктор, сложите оружие, сдавайте своими республики. Ой, они сейчас если цицерона вырубят, то всё. Аиду меня не удерж... А, да, они вырубают пленников, сука. Блин, цицерона замочили всё. А, 4 хода. Ну, за 4 хода я их тут расхерачиваю, наверное. Да, они их не убили, они как бы нокаутированы. А, походу сюда даже... Нельзя на сцену залезть. Они тут всё, блин, так укрепили. Вообще капец какой-то. Но 4 хода это более чем достаточно. Давай, 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 полезай на сцену. Херачь их. Да будет так с диктаторами вовек. Ой, только не поджигай сцену-то. Я там ещё стою. Не позволяйте им жалким евнухам убить нас. Так. Это или лурку, сука. Да шо ж такое-то, а? Вот так вот тебе. Или это не лурка? Подожди, а где лурка-то? А, вот он, падла такая. Не уж. Может, туда боевой клич использую. Вы сами подписали себе приговор. С вами дерзкие нападения. Мы фактически пряли власть над римом в мои руки. Нет у тебя никакой власти. Оглянись, безумец. Узри, какой хаос ты устроил. Ну где союзнички-то? Битва реально адовая. У него тут элиты из элит прям. Да ему пофигу. Чё же они щит-то? А, блин, Сацерон загнулся. Ахерить. А, или тот этот. Короче, жёстко. Так может, тогда вот эту реально спереди просто расхерачить и всё. А то я чё-то сбоку начал обходить. Я не знал, что тут она это. Ой, а могу с разбегу это сам сделать. Отлично. Так, там сказано, освободи их. А, мне нужно в центре, что ли, встать. Да, я просто неправильно, короче, дрался из этой фигни. Сказано же освободить. Почему я... Чё надо... Чё они хотят от меня? Освободите своих... Этих самых... Нож. Флаг у них горит. Да, флаг тоже горит. Это 25 урона. Так. Тоже врагам минус к урону. Это бы хорошо. Не могу пройти через это, но на следующем ходу пройду, ладно. Что такое борт этих придурков. Виталий, Лурко, блин, аж со сцены спрыгнул на этот раз. Ну, сейчас его тут должны люди за толпой загасить тоже. Жесть. Так. Ну. Давай вот так. Пришёл час. Час вашей смерти. А, вот как они активировались. Вы совершили огромную ошибку. Это да. Так. Чё там? Восстановить здоровье, может? Или вернуть к жизни? Готов. Датабата не могу дотянуться. Датабата, бестия. А, вот так вот может. Упс. Опс. Да, блин, чё ж такое? Видимо, там нужно чуть вперёд пробежать за вот этих вот придурков. Я понял, кажется. Так, всё. На этот раз я всех смог это активировать. О, ну всё-таки надзор вот сейчас используем. У Калиды. Теперь посмотрим. Упс. Немножечко поджёг. Главное, чтобы этого Лурка... Вот так вот. Теперь посмотрим. Убить так пленников. Да сейчас. Уже пленники не... Ох ты, сука, Калидо такое. Ох. Так, все Калиду фокусить пытаются. Жёстко тут. Камнями закидывают. Ой, я чё-то боюсь, что тут чё-нибудь с Калидой как-нибудь херня будет. Сейчас я на неё исцеление применю. И на себя тоже надо хилку. Так, ну-ка. Лурка почти-почти. Лурка почти-почти. Почти-почти пал. Три хп у него. Так, вот тут один черт. Готово. Опа. Сдохни, чёрт. Отлично. Никто не потерял даже сознание. Бросай оружие, гражданин. Отойди от консула. Мне неприятно это говорить, но тебе придётся проследовать с нами. Подчиняйся претеру. Я пока ничего не могу поделать. Почему ты так поступил? Или же отомстил за своего отца? Я всегда планировал это сделать. Он собирался тебя убить, и ни один суд тебя к жизни не вернул бы. Цена была бы слишком высока. Всё, что мы когда-либо совершали. Неужели это всё было впустую? Это бескорыстное действие, СИЗО. Последняя жертва лучшего командира, которого когда-либо знал Рим. Постарайся не забыть этот момент. Я не забуду твою жертву, друг мой. Пойдём. Они, как это, как это сказать бы, по... Без мата, как бы это сказать. Они, типа... Ты выглядишь несчастным. Это не самое лучшее купальне в Риме. Ты пахнешь так, словно месть снимался. Я говорил с Каттоном. Он говорит, что даже Цицерону тебя не спасти. Зачем ты это сделал? Мы были готовы погибнуть за тебя. Я бы никогда не позволил вам умереть. Вы же мои любимые друзья. Спасибо. Я не вижу причин, по которым мы должны оставить тебя. Может, ты ждёшь изгнания, но тебя никогда не оставят живых. Ты слишком опасен. Так... Так что, вы хотите отсюда убраться? Куда мне идти? Куда угодно, лишь бы отсюда. И что я буду делать в одиночестве? Я ни за что не отпущу тебя одного, милый. Ты пока мой единственный муж, которого я не убила. Знаешь, я бы отправился с тобой в мгновение ока, если бы не моя семья. Времена приключений прошли. Уверен, что ты поймёшь. Моё место рядом с тобой. Это мой долг по отношению к магистру. Я пойду с тобой. Я и так хотела покинуть Рим, так что, куда бы ты ни пошёл, я буду рада составить тебе компанию. Что ж, побег от закона – отличная идея. Пошли. Я надеялся, что ты это скажешь. Ладно, заварим кашу погуще. Марк Антони в достижении. История о самоотверженной спасительнице Рима стала легендой. От спасителя. По прошествии столетий легко было забыть, что изначально он считался преступником и был вынужден покинуть Рим вместе с соратниками во избежание казни. Мы куда лучше знакомы с его наследием. Истории о фигуре верной и благочестивой, какой его стали изображать в годы изгнания. Он был слугой Рима, который снова и снова вставал на защиту республики, как на поле боя, так и в политике. И только в самом конце жизни, когда над ближайшими друзьями нависла угроза, он отвернулся от законов и традиций. Пример, который он подал братьям римлянам, помнят и по сей день. Говорят, он стал странствующим искателем приключений и следователем дальних стран. Во всех провинциях появились истории о группе странствующих героев, что боролись с угнетением и несправедливостью, где бы ни оказались. Широко распространено мнение, что истории эти повествуют о спасителе Рима, изгнанном оттуда. Но об этом как-нибудь в другой раз. Синерос, когда-то он был атлетом, борцом, хулиганом, но для нас он был рабом, защитником, наставником. Слугой, наверное, скорее, тут неправильный перевод. Он погиб, выполняя задачу, которой посвятил себя всецело, в защите того, что ему было вверено. Синерос похоронен на лучшем кладбище в Риме, рядом со своим старым хозяином, из-за чьей смерти и началась эта история. Его смерть была неожиданной, но он встретил ее со смирением и достоинством. Он получил прощение и в некотором смысле оправдал ошибки своей юности, которого, впрочем, не хватало всем, кого он знал. Друзья Цезо покинули Рим, но сам он остался и зажил с Луцией и ее дочерью. Сперва их отношения были немного натянутыми, но любовь к дочери вскоре объединила их. Со временем у них появились и другие дети. К своему удивлению, Цезо быстро привык к спокойной жизни и роли отца. Когда же он чувствовал, что прежняя жажда приключений снова дает о себе знать, он уезжал из Рима навестить в изгнании старых друзей, которые всегда были очень ему рады. Пусть второй брак Каледы и начался с изгнания, он все же оказался существенно удачнее первого. Вдали от строгого римского общества она мирно зажила с новым мужем. Вместе они много путешествовали и попадали в удивительные приключения, а потом нашли чудесное место, где решили остаться. Каледа с удивлением обнаружила, что можно быть женой и матерью вместе с тем, не предавая то, что любят. Она научила детей ездить верхом и стрелять из лука, и больше никто и никогда не смотрел на нее свысока из-за неженственных занятий. Бестия вернулся в Африку искать свою сестру. В конце концов, им удалось ее отыскать, и вместе они вернулись в Мавританию, где стали жить в тихой, уютной деревне и обзавелись семьями. В этой новой, спокойной жизни, бестия познал цену счастья. Деонера отправилась за своим другом в изгнание. Рим никогда не мог оправдать ее ожидания, и она была рада оставить его позади. Вот. В конце концов, она вернулась домой в Скифью и воссоединилась с семьей. Но не переставала поддерживать связь с друзьями, и часто навещала их, привезя с собой экзотические специи и истории о далеких краях. Клавдиана ждала еще очень долго. У нее в Риме было много друзей, и до самых последних дней она жила в мире и комфорте. На смертном одре она открыла, что когда-то была очень близка с Луколом, и что настоящая фамилия ее детей — Лицина. Каттон остался важной персоной в римской политике. Его неохотно уважали даже те, кто желал перемен. Он так и остался защитником патриицев, щитом против сводничества и оппортунизма более популистских участников процесса. За всю жизнь его дважды выбирали консулом, и годы, проведенные на этом посту, в целом считались довольно плодотворными. Цицерон еще год служил консулом, а потом ушел на покой. Он встретил спокойную старость на ферме в Сицилии, где люди очень любили и уважали его за то, что когда-то он был квестером. Он написал еще множество книг о политике и праве. Митридат, снова побежденный Римом, бежал на север от Черного моря в надежде собрать новую армию, но местные вскоре взбунтовались против его порядков. После неудачной попытки отравиться, Митридат умер от кинжала своего стражника. Мизия во главе с Зенобией снова стала мирной частью римской провинции Малая Азия. Благодаря сосредоточию на торговле и укреплении связей с соседними регионами, народ мог насладиться спокойствием и процветанием. Благодарный за проявленное к нему милосердие и лишенный искушавшего его Митридата, Дамиан быстро восстановил за собой политическое руководство Фракии. Гладиаторское восстание, зародившееся в стенах его школы, грозило выйти из-под контроля. Благодаря Дамиану восстание гладиаторов удалось погасить зародыши быстро и без лишнего кровопролития. Со смертью фараона Птолемея и царицы Клеопатры династии Птолемеев пришел конец. Несмотря на попытки Рима удержать страну под своим контролем, там скоро развернулась кровавая война за престолонаследия. Разные люди утверждали, что являются потомком фараона. Рим снова вынудили направить легион в Египет, чтобы восстановить стабильность, подавив врагов республики и править страной с железной рукой. После смерти Клеопатры, Носомоны под предводительством Ланжи снова стали мирной и процветающей частью Африки, при этом тесно связанной с Римом. Ланжи, как самая старая и уважаемая старейшина берберских племен, заняла роль единственного лидера региона. Говорят, на момент смерти ей было больше ста лет. После многих лет странствий по Африке, спеша туда, куда ее влекло чутье, в конце концов, Райя вернулась в Мемфис служить под началом теннера в храме богини Баст. Когда же ее наставница умерла, Райя переняла мантию верховной жрицы, кошачьей богини. И хотя старая вера угасла, она была почитаема многими, и храм процветал, и в нем всегда было очень, очень много кошек. С тех пор, как Девиатиакус снова взял на себя управление Эдуями, и благодаря сохранению прочного союза с Римом, племя процветало. Благодаря помощи племени Эдуи, Галлия постепенно объединилась под предводительством Рима, и вскоре цивилизация начала постепенно проникать на эти земли в виде мощенных дорог, акведуков и укрепленных римских городов. С наступлением старости, сожалел ли Друид когда-нибудь о том, что ускорил поглощение и подавление своей собственной культуры и веры? Этого нам никогда не узнать. Некогда гордое и могучее племя Арвернов сильно поредело из-за поражения Верцин Геторикса, но он выжил, и это дало им надежду. Его восстание против Рима было подавлено, но среди своего народа он все же остался сильным лидером, несмотря на поражение. Под его предводительством племена Галлов сохранили единство и некоторое подобие мира, а остатки их традиций и культуры в итоге пережили постепенное поглощение территорий Римом. В своих трудах я постарался изложить историю этого увлекательнейшего периода максимально точно и достоверно. Пока я проверял всевозможные источники информации и общался с теми, кто по их утверждениям слышал различные истории из уст людей, живших там в то время, я не мог не обратить внимания на ключевые моменты, которые, по идее, не иным образом, могли сильно повлиять на ход истории. Мог ли Легат со своими друзьями остаться в Риме, чтобы многие годы формировать политический уклад? Быть может, если бы они не провели Легион через Рубикон и осадили сам Рим, если бы это произошло, он бы уже не был республикой, но вскоре превратился бы в империю, если бы, ну, Легион и провел туда. Но всегда следует быть осторожным, критикой важных исторических личностей с высоты минувших лет. Ныне уже невозможно доподлинно узнать, как бы поступили мы на их месте, если бы жили в те времена. Да и поступили бы мы иначе, сохранила бы история наши имена, если бы мы поступили иначе. Юлий Цезарь, Помпей Великий, Луциний Крадз, достижения. Фух. Ну, что я могу сказать? Мне понравилась моя концовка, вот, в том плане, что, да, можно было смотреть, стоять, как я это сказал, но это вообще, ну, я бы так не поступил, это дебилизм, нахер там эту власть, нахер все эти статусы, это так, это как бы уязвимая система, вообще непонятно, почему они осудили, почему они его посадили, то есть он угрожал там убийством, этот Легат, он военный человек, понятно, что он, он же, если бы хотел чинить какие-то бесчинства, он бы просто Легион бы реально туда ввел бы и все бы, и всю власть бы захватил, но я аж так не сделал. Вот, в общем, как-то да, возможно, стоило ввести Легион просто, но да, там, скорее всего, возможно, пришлось бы убить СИЗО, то есть это уже не хорошая концовка, а если бы даже и нет, то пришлось бы стопудово там убивать других римлян, скорее всего, тоже мирные бы пострадали и так далее, то есть, ну, я постарался, как бы, такую, не знаю, короче, вообще, если уж философствовать и немножко приплетать реальность, то для вот этих вождей всех деспотов на постсоветском пространстве, да, и СНГ, тут все помешаны на власти, на вот этого, вот, сильный лидер, Сталин, Сталин, вот, тут самое сложное, это отказаться, как бы, от власти ради спасения, спасения какого-то, ну, спасения, не знаю даже, как сказать, спасения свободы, сохранения свободы и цивилизованности, чтобы это все не превращалось реально в какой-то средневековый фарс с какими-то царьками, вот, и это самое сложное испытание, вообще, я имею в виду для менталитета именно вот на постсоветском пространстве, потому что здесь любой человек, который почти придет к власти, для него именно это будет сложным, а не то, что там ее удержать, понятно, что удержать гораздо проще, уже, учитывая, как бы, всю эту историческую особенность менталитета и так далее, и общество. Ну, блин, да, мне понравилась концовка такая хорошая, как бы, и получилось, что совсем было бы не исторично, если бы мы бы стали диктатором Рима, ну, просто, там, по истории, там, да, были диктаторы, но другие, там, даже, Цезарь же убивали, вот, это, вот, фраза знаменитая, и ты брут, и так далее. Интересно, будут ли DLC на эту игру, потому что они тут упоминали восстание гладиаторов и всякое такое, и тут и Марк, этот, Красс есть, то есть, это времена именно Спартака, я не удивлюсь, если будет DLC какой-нибудь по Спартаку, кстати, и тут тема с гладиаторами очень затрагивается, вот, наверное, я не знаю, будет ли продолжение этой истории, но как они делают продолжение, если тут, как бы, история закончена, либо они возьмут одну из концовок за основание, как бы, для продолжения, вот, немножко мне не понравилось то, что нельзя, как бы, ну, тут они так поверхностно сказали, что вот это, как ее гладиаторша, тоже там приезжала, часто видели здесь все такое, ну, ладно, допустим, но почему, там, почему нельзя гарем было сделать, ладно, вот, а что еще? Давайте, наверное, дождусь конца титров, вдруг что-то покажет, ну, вам я так вжух, ну, или не вжух, короче, вы видите, сколько, очень много людей принимало участие в работе над этой игрой, несмотря на то, что, кажется, да, такая вроде как, ну, как бы, не прям уж супер-пупер-трипалэй проект, но, ну, достаточно высокий уровень, но, тем не менее, очень много всяких и на озвучке, и на диалогах, и уже я молчу про всякие анимации, там, скрипты и так далее, ну, каких-то серьезных багов не было, был вот неприятный баг с сундуком, что я не смог до него дотянуться, с огнем там непонятно, в принципе, в принципе, игра нормальная, в плане, там, каких-то багов, и плюс я ее прошел на максимальной сложности до последнего, хотя меня люди предупреждали, что вообще серия очень сложная, хардкорная, по боевке, и, как бы, нет ничего зазорного в том, чтобы сложность поубавить или, там, играть на норме, но я решил попробовать, вот, в итоге, засосало, и можно было еще, там, подрубить эти смерти персонажей, значит, ну, типа, вот, в бою, да, но это, на мой взгляд, так тупо, то есть, это просто, ну, кто-то умрет, ты не раскроешь историю, можно было компенсировать, конечно, их наймом претарианцев, но, опять же, это гринд, то есть, все равно бы я какого-то на их место поставил, да, бесконечности там можно этих претарианцев вербовать, ресурсов-то у меня в достатке, вот, но просто это дополнительные щелчки мыши, и плюс мы бы не раскрыли все эти истории, кстати, очень примечательно, что сестра Бестии, все-таки, ее историю раскрыли, это, что он вернулся, ее нашел, то есть, как она выжила слепая, значит, все-таки, действительно, была она, он ее нашел, и, типа, у них такой, этот, хэппи-энд, вот, единственное, меня, конечно, смущает, то, что они там постоянно, типа, вот, это вот, Дианара постоянно путешествовала, и они виделись, и все такое, не знаю, насколько это реально в те времена, все-таки, это не каким-нибудь, ты, там, самолетом летишь, или, там, поездом, или на машине, там, все-таки, каждое путешествие, каждый выход из дома, блин, и на отдаление от дома это чревато, вот, ну, хотя она опытный воин, это понятно, но все равно, но, консультанты по латыни, консультация по истории, неээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это завтра Или, в крайнем случае, послезавтра Я начну прохождение Dying Light Это совершенно другая игра То есть это, во-первых, экшн от первого лица А во-вторых, там постапокалипсис Там зомбаки Ну, как бы, там есть паркур Там есть... Ну, там тоже нелинейный сюжет И много всяких выборов Второстепенных квестов Открытый мир, прокачка персонажа Крафт и так далее Совершенно другая игра Но иногда полезно, чтобы мозг работал в совершенно разных режимах Вот Ну, если вам... Если хотите, короче, попробуйте посмотреть Dying Light 2 Вот, у меня будет отдельный, там, плейлист по ней Пишите свое мнение По поводу всего, что вы увидели Строчите комменты Или просто комменты В общем Лайки, подписки Благодарю за внимание